Продолжение следует... Смотрим ее. По идее, все сегодня сверху вниз должно идти Димаги, Хэбби, Бистик, Блэк Тэмплар, Тиран Викавер, Стрэндж Гуру, Элэйзер Топ, Вирдос, Тирал, Блэй Коу, Кас, Кокос, но... Я надеюсь, проблем будет минимум. Паша отсутствует. Нужно игроков будет искать там, в общем-то. Короче, ждем сейчас Хэппи, ждем Димагу. Продолжение следует... Короче, ребят, Димага заходит. Продолжение следует... Так, короче, Дима здесь, Хэппич здесь... Сейчас подчеркают карты. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то у меня тут... Старый текст какой-то... Так, ну что, создаю я первую карту... Сумеречная башня. Где они, Сумеречная руина Эндиона первыми стали? Хэппи Димагу зовем. Привет всем ребят, кто недавно подошел. Ну, так получается, что Бабра Лигу сегодня вынуждены пораньше стартовать 1-8 по причине того, что вечером Хумсторика подборочной у нас будет. Вот. И их тоже я буду стримить, соответственно. Ну, и Хэппи просил первым начать первой его пары. Вот. Что сейчас, собственно, и произойдет. Хэппи против Димаги первый матч. Дальше, надеюсь... Поехали. Что, надеюсь, и будет происходить нормально сверху вниз по сеточке. Я думаю, там, что будет все окей. Ну, возможно, какие-то, как я уже говорил, пары местами придется поменять, если кто-то тупить будет. Поехали. Ну что, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следите за новостями и ничего не пропустите тогда, соответственно. Прежде чем всякую хрень в чатик писать, нужно смотреть, когда там отборочные и когда что, в какой день. Ну что, хэви против демагии бьется, пора уже сосредоточиться. Так, сейчас телефон на зарядку поставлю. Половиночка осталась. Долгий сегодня, очень долгий день предстоит, как, собственно, и завтра. Только завтра порядок действий будет другой. Завтра сначала будет отборочный на Фомсторе, потом Бобра Лига вечером плыв. Ну это и логично, в субботу финал Бобра Лиги, это вообще замечательно. Вот. Так, рипер бомбит гранатками очень жёстко. Хэппи прилетает, уже 2 юни это уничтожил, это один линк, один рабочий, насколько я понимаю, да, два линка, уже один рабочий. Два линка у демаги осталось, королеву вторую подводит, рипер здесь летает, гранатками раскидывает. Ну демага вроде как отогнал и новых королев сейчас строит. Собственно, а здесь что у нас? Здесь у нас очень похоже на Хеллбак Пуш, что ли, как будто бы. А может быть и не Хеллбак Пуш. Привет всем, Мирович. Задержка 90 секунд по нашей старой традиции. В общем-то, не 2 минуты, чуть поменьше, но чтобы она и была тоже так. Дабы избежать всяких ситуаций без задержки совсем как-то. Ну не то, что не очень как бы, но без задержки. Турнир стримить, в принципе, в резовой нормальный такой не стоит. Хотя еще непонятно там пока, что там дальше будет, никто больше ничего не выполняет. Вот, непонятно, что там кипбет, я пишу, пока не отвечают. Вот, непонятно, что там, не знаю, короче. Непонятно, в прошлое еще майкер там запилил что-то десятку в прошлый раз. Вот, в этот неизвестно, что будет. Ну, в принципе, и так уже призовой более-менее, как бы, по 200 баксов есть. Если на доллары переводить, даже больше. Хоть что-то, ну как хоть что-то. Раньше это вообще замечательно было. Приходит хелбат пуш, демаги 5, королев здесь. Овера минусует хэппинг. Транс юзов, правда, у королев что-то особо здесь я не наблюдаю. Пытается одна королева уйти, не уходит. Вторая тоже минус, хелбата начинает сжечь, ну очень жестко сейчас. Риппер еще там гранатами раскидывает, только дай. Кажется, хэппинг зажимает демагу здесь в угол просто. И у демаги очень большие проблемы. Выходит линге, но королев-то уже практически не остается. Смотрите, контроль хелбатами просто великолепный здесь идет. Остается три хелбата, выживает. Даже из демага отобьется, то демаг уже он получил. Посмотрите, ну невероятно серьезный. Все королевы погибли, все линги. А еще и здесь хелбаты такие желтенькие. То есть их тяжело лингами будет выбивать. Хотя демаг накидывается, энергии у медиавака нет. Поэтому тяжело-тяжело, но все-таки выбивает демага этих хелбатов. В это время передроп. На вторую идет, и линги не готовы здесь вообще врываться. Демаг чуть не контролит, дронами пытается здесь. Ну дронами хелбатов подбивать. Дело не очень благодарное такое. Шесть дронов минус в итоге. А, еще здесь либератор на мейн прилетел. Там я смотрю, только два погибло. Вот в чем суть здесь. Еще вот парень какой прилетел, блочит. В общем, мейн демаги у демаги. Ну это фактически гг. Очень печально. Так. Так. Продолжение следует... Так, третий сырщик уже садится. 1-1, там щиты. У Хэппи, у Димаги даже лейер еще не заказан. Вот тут надо спорку переводить, спорка переводится. Достанет она вообще отсюда? Да, достанет, да, Либератор. Но Хэппи Либератор в другое место переводит. Тут сюда можно до подблочек прилететь просто. Блин, проблемы гигантские сейчас у Димаги. Королева одна зашла в рейндж Либератора, а могла бы вообще не заходить. И рабочие в рейнже Либератора. Что за дичь-то происходит? Просто Хэппи бомбит, и это просто бомбежка. Я не знаю, непропорциональное какое-то применение силы. Это печальная история просто. Ну что, тут что-то бараков уже. Шесть штук начинает работать. Кажется, реактор на шестом еще ставится. Удвигается Хэппи вперед. 87, 106 по лимиту. Пока Димаг так дико не отстает вообще по лимиту. Но ситуация, мягко говоря, не из лучших. Мув с бейлингом, конечно, заказан, но поможет ли этот мув? Так, как-то лингами Димаг не то, что провально врывается, но сколько раз уже видел, что мимки по Димаге очень сильный дэмэдж наносят. Так, Хэппи идет четвертую хату отменять. Это-то только пока Димаг на самом деле и спасает, мне кажется, от поражения, потому что четвертую-то Хэппи отменит, а дальше-то что? Здесь надо было на третью, наверное, заходить скорее. Но мув Беллина в трюме успеет доделаться. Забегают опять линги, но мимки сделали залп, еще что-то там подрезали. 2-2, кстати, Димаг даже раньше, чем Хэппи закал, что самое интересное. Мув Беллина через несколько секунд будет готов, это шанс. Пользователь Грефи активировал премиум на ваш канал. Так. Здесь уже планетарочка запилена. Димага еще одно забегание делает. По лимиту пока проседает, да он пока и будет проседать, скорее всего. Мимки делают залпу, что сам себе Хэппи дэмэдж наносит. Смотрите, как линги тут грызут просто. 15-16 КСМ их в никуда сейчас просто уничтожено оказывается. Ну, забегание хорошее Димага делает, но это вот пораньше. Если бы Димага так бы действовал бы, не получив такого гигантского демоза, как он получил вообще в начале, то может быть что-то и получилось. Посмотрите, уже Хайф тут, уже Ультралис Кеверн там пошел. Ультралис Кеверн там пошел. Привет всем, ребят. 99-163, но нет, тут как бы, к сожалению, преимущество такое было в начале, что уже ну никак его не вернуть. Димаги. Вообще не то, что не вернуть, не заполучить. Даже не сравняться. Чуть тут Минки ставит Димага третью, четвертую, точнее, Димаг пытается сейчас построить базу. Что-то у него не особо получается. Уже Ультралов 4 заказала, Хэппи по 4 Либератора в это время строит сейчас. Но это полная печаль, конечно же. Ну, еще и выходитьки делает, которые даже эти выходики-то тяжело Димаге будет отбить, не говоря уж про этих Либераторов там и так далее. Приходит Хэппи одновременно отменяет здесь базу и вот здесь вот. В чем Димага там эскейп, не нажал, не отменил. Здесь вот успел нажать, отменить, молодец. Хотя бы. Ультрала еще без уникального армора 7 секунд остается до уникального армора. Будет ли Хэппи фокусить Ультралов? Нет, не фокусит. Вышел Димаг, Хэппи отогнал. Ну, вы видите, лимит здесь просто 200. Согрел Ультралов тут под Либераторов на Ультралов. Не глуп лезть туда, вот в эти зоны опасные. Так, здесь один Ультралиск отбивает дробь, 8 юнитов уничтожено. 3-3 Димага. Что интересно, Димага играет и наделал, тут и все наделал вроде как. Но маловатой экономики, вот не 120, хотя бы 150 бы у него лимита было бы, а может быть шанс какой-то и был бы, что грейдам ровно, по всем параметрам ровно. То есть те забегания все-таки подрешали в итоге. Так, пошел на ломат Хэппи. Димаг забегает ультралами, бейлингами. Корапторы летят выбивать с Либераторов, но недостаточно по земле. Просто, ну, Корапторов достаточно, чтобы Либераторов выбить, но ультралов слишком мало, всего мало по земле. Было бы ультралов там ни 4, ни 5. Или сколько там у Димаги было? А сколько? 9, 8. Да, ситуация могла бы быть все-таки другой. Так, секундочку. Какая у нас вторая карта? Руины Сероса, вторая карта. Сейчас мне нужно будет перезвонить. А, нет, Руины Индиона, почему? Руины Сероса. Вот я даю, и Руины Сероса уже нет довольно-давно. Поехали. Забыл, да, Масчистер я, врать, все, Масчистер убираю. Следующую игру начинаем сразу же. Забыл, да, Масчистер убираю. Ну что, ребят, вторая игра Хэппи против Димаги. После вот этого матча я заварю кофейку, там перезвоню, пока игроки будут следующие подтягиваться. Кто у нас там дальше играет, кстати говоря. А дальше у нас играют Бистик и Блэк Кэмп Ларк. Кстати, у меня особо контактов-то их нету. Тиран Викайверс. Тиран Викайверс у меня есть, если что, третью пару начать. Как там есть пары вообще, где наших нету? Тут печально на самом деле. Ну, разберемся, короче, разберемся, что там да как. Режим готов. Так, ну что, здесь мульчика. Полетел Антхэпи еще через Рипера начинает Димага. Все прекрасно видится. Цельщика вторая. Здесь у нас 17-я хата Газпул. 6 лингов Димаг заказывает. Руины Индиона. Карта здесь заваливаемая камнями. Такая интересная карта. Рипер плетает. Сейчас запрыгивать будет на мейн уже, я так понимаю. А, да. Ну, Димага, опять же, как встречает. Нужно сразу здесь встречать, чтобы кусать начали, как только поднялся на ХГ этот Рипер. Так, Дрону чуть не отдал. Сейчас Хэппи будет пытаться к нему проникнуть, видимо, к этому Дрону. Димаги как-то все контролятся. Непонятно, все вместе идет. Дрона Хэппи в итоге застрелил. Здесь все подкидывает. Сейчас еще Дрону отдастся. Димага спорку успел запилить. Ну, видно, что-то с контролем проблема. Ну, Димага, кстати говоря, ну, он говорит, это мой косяк. Он вчера не заметил, что Паша ему отписал, что сегодня рано играть. Он думал, вечером, типа, игры. А там отборочные. Он в Сори-карте Димаги еще не разыгран, наверное, совсем. Ничего не поделаешь. Совсем рано. Сори-карте Димаги Ну, что, Хэппич камни пробивает сейчас. Сейчас завалят все. Третья ЦЦочка и будет харасить. Ну, здесь наверняка сейчас пойдет стимпакт на каком-то... Хотя, не, Бараков еще пока не заказывает стимпакт. То есть, поздний по билду получается. Сначала танки, там, либераторы. Годите, а что, только то, что танк строился, только что отменен был, что ли? Так, ну что, гильончики заезжают. Хэппи пожег немножечко лингов и улетает. Видите, что дальше особо ничего не делать. Там третья хата ставится. 1-1 грады заказаны пораньше, чем у Хэппи. Инженерки будут готовы. Ну, здесь бараки перелетают на реактор, собственно говоря. Еще 4 строится барака сейчас у Хэппи. То есть, здесь сейчас будет стимпакт заказан. Ну, какой-то поздний очень стимпакт, насколько я вижу. Бажок здесь крип. У демаги, видимо, нечем отбить. Ну, есть 3 королевы, собственно, даже больше. Ё-моё, королев у демаги 7 штук. 8 королев. 8 королев. То есть, крип демага сможет, в принципе, ставить новость. Спокойно. Вот сейчас нет, чтобы поконтролить. Сюда подойти залп, сделать ими деваха сбить. Заранее через атаку все идет, ничего не сбивается. Ну, что, Армари, ухо еще на мэне. Бараков сейчас 5 заработают. Здесь вот реактор нужно запиливать обязательно. Здесь летается, пытается передропываться. Четыре дрона опять падает. Что, погиб? Нет, гелиончик. Это гелионы пожилет. Даже не либератор залетал. Либератор тут что-то летает, но никуда пока не врывается. Камни демага не пробивает. Естественно, ему не нужно это делать. 58-45. Что по экономике начало сейчас значительно лучше, чем в прошлой игре для демаги. Лэйр делается. Вот какой раз уже заметил, демага поздно газы добавляет. Ну, не хоц, тут надо пораньше газы добавлять. То есть, здесь вот если бы добывалось все, уже сразу в хайв можно. Сразу в быстрых ультралов. Еще это база. Испайр, там несколько муталец казакал, чтобы дропы принимать. Линго-беллинги. И выходим в быстрых ультралов. Здесь вообще ни в коем случае не надо зависать на каких-то там мута линго-беллингов в лодке. И для того, чтобы не зависать, конечно же, нужно быстрее газ начинать сосать. Ну что, 96, 105 по лимиту. Криптумырак верхний, четвертый тоже бы желательно, не просто желательно, необходимо тянуть. Потому что это и вижен, и линги. Туда беллинги будут быстрее подбегать для обороны. Хэппи тут камни шатает, пробивает. Димага все новых-новых лингов добавляет. Мув беллингом еще не готов. 2-2 идеально практически заказал. У Хэппи 2-2 не заказано, хотя армор и стоит, и газ есть. Вот сейчас димага прекрасно видит, что делает Хэппи, видит, как он пробивает камни, видит, как он к нему, ко второй базе собирается врываться. Тайминг к муву беллингом, опять же, какой-то фейловый у димаги. Ресурсов миллиард, макро хата вроде есть, руб продакшена не хватает. Руб продакшена не хватает, еще 14 бейнов заказано. Хэппи тут пробился, в общем-то, к димаге просканил криптумыр и выбил, но один криптумыр живчик остался вот здесь. Пошел спайр. Опять же, газ димаг не добавляет, ни о каких инфестейчнах с таким количеством газ даже речи быть не может. Тут уже надо сразу на четвертый автомат димага как-то нужно привыкнуть к этому. То есть нужно, как в Старкрафте, ну, в брутваре нужно экономику сразу же, как только базы раскачиваешь, здесь запиливаешь, и уже такая, в общем-то, что армия, что технологии одновременно должны развиваться вообще. Такого количества баз. То есть там уже не останавливаются, ставятся дальше, устроятся. Так, линги закатываются хорошо, бейлинги, точнее, хорошо закатываются пару минок. Тут минуснул димага. Лимита димаги, кстати, больше, чем Хэппи сейчас. Собирается на ламус, на лом пошел лингов, много бейлингов, очень много здесь тоже. Марики падают, либератор один, единственный живой, но посмотрите, хватает лингов, бейлингов. Прекрасно, тут количество большое, хватает их с запасом. Димага трансюзит королеву, все, все выжило, в итоге 127-113, еще и четвертую ЦЦшечку можно отменить, что димага прекрасно понимает. Еще и тайминг 2-2 грейдов великолепный получается. Сейчас на 2-2 грейдах линги-бейлинги зайдут Хэппи, и они могут его неплохо тут погрызть. Только димаг почему-то боится. Вот пока 2-2 у Хэппи нет, нужно не бояться заходить на хайграунд сейчас. Так, минки, минки залфнивой майн-дивага. Несколько лингов-бейлингов посылают, направление Хэппи в итоге все-таки. Бейлингов столько, что такое ощущение медиваки, сейчас они сплэшем начнут взрывать, но все-таки нет, до медиваков не достает сплэш-бейлингов. Но на 3-й базе все рабочие просто уничтожено, 122-76 по лимиту, здесь депошки падают, у Хэппи гигантские просто проблемы. Это практически выигранная игра на самом деле. Здорово, Антух. Спасибо, экстратейл, за призовой фон. Да нет, не обучалки, но... Ну, хотя демага и так тут лингами продавил, но, я говорю, это не мешало бы ему развиваться дальше. То есть, чтобы идеальный тайминг хайвал был, чтобы идеально 3-3 сразу заказаны были. 3-3 пошли грейды, вот на 4-й, ну, и рабочие вроде ищут демага с этим. А вот, наконец-то, газы здесь хотя бы давай на 4-й, пора сюда, еще дрончиков штучек 10 подстроите. Газы, конечно, 107-136-42. Оказалось бы, такой демаг нанес, а еще по лимиту, ну, как бы, не катастрофа для Хэппи. То есть, он еще и вырулить здесь может. Смотрите, боевой-то лимит хороший. Да, баг есть у этого интерфейса. Наконец-то, я сам теперь заметил. ГГ, Хэппи пишет. Вот это расклад 1-1, ребята, я не ожидал такой темы. Так, третья карта у нас какая была? Темп. Это, получается, храм этот во льдах, да? Создаем. Так, мы джекозаем. Так, мы джекозаем. Так, поехали. Так, мы джекозаем. Так, Бэк Якоб, 1000 рублей на Paypal. Спасибо тебе большое. Помню, спасибо за хорошие стримы с комментарием. Спасибо тебе, Бэк. Так, Романко, 3200. Спасибо тебе большое, Романко. Очень приятно. Вот. Спасибо всем еще и за поддержку. Ну что же. Призовой-то уже почти еда от сосек. Вот. Чего маловато, слышишь? Маловато. Сейчас тебе будет маловато. Давай, сам запиливай. Вот. Тогда будет точно не маловато. Так, а вас. Ты закинул немного мне через плеер? Слушай, пока не было сообщений. Может, задержка какая-то. Сегодня мы подписали, что через Яндекс были проблемы. Вот. Привет всем, ребят. Не знаю, что за хрень там произошла. Не знаю, со всех ли там, со всех ли направлений. Я видел, что писали, что что-то там, что-то где-то не доходит. И это очень печально на самом деле. Привет. Привет, лицо. Репейрочек сверху. Привет. С рампы тут гоняет рабочих, гоняет лингов. Блин, если Димага Уэйграет Хэппи, то это просто, конечно, сенсация будет сейчас. И если бы это было вечером, то, я думаю, был бы просто аншлаг. Но так как день, и люди еще не успели собраться пока. Но турнир будет идти весь день практически. Но не только этот. В принципе, два турнира будут идти весь день. Это отборочные на хоумстори кап. И так, здесь королева гоняет лингов. Рипер тут еле живой. Но на мэне сныкался. Но вторая королева принимает. Димага принимает. Рипер, в итоге, надо третью хату ставить. То есть, сейчас будет Бобра Лига подряд 8-3. Ну, может, кто-то запоздает. Опоздает, затупит. Я не знаю, наверняка такое будет. Там уж перенос с вечера на день. Вот. Ну, а вечером хумстори кап, соответственно. Ну, что, пока у Димаги все нормально. Парабам в плюсе. По другим всем параметрам в плюсе. Привет, спиритолог всем. Привет, зенит. Димага сейчас тренет. Смотрите, Хэпич решил, что-то во второй игре не хелбат пушил. Действительно. И что-то здесь не то не получается. А в этой игре решил, ну-ка, буду-ка я хелбат пушить. Но у Димаги достаточно много крипа сейчас. Нужно бы назад отойти немножечко. Ему, правда. Транскюзера на королев нужно вешать. Хэпи на халяву здесь просто, смотрите, убивает королев. Что такое происходит, Димаги? Где линги-то вообще? Ну, вот опять проблема от хелбат пушек. Хороший контроль сейчас у Димаги королев. Но Хэпи великолепно контролит своих хелбатов сейчас. Сплэш лучше Димаги не получать. Еще две королевы выходят. Сверху три бьются, снизу две. Еще с мейна подходит. И Димага медленно, но верно, разводит данный пуш. Еще бы сбивать с медиваг. При этом было бы замечательно, конечно, Димаги. Он пока к этому не привык. Но отбился. Потерь по рабочим нет. Но посмотрите, потери все большие. Пять королев это ведь тоже вложение. Прилетал Либератор, Либератора тоже встретил. Очень неплохо, Димаг. Здесь у нас линги бегают. Третью Сэшку проверяют. Третья нет, она еще на ХГ. То есть строится две. Две инженерочки Грэйды пойдут. Так, ты думал бы пять? Да, ну, первый Турбо-3 у нас всегда по традиции. А если бы было Бубур-5, то это вообще бы просто тысячу лет все шло. Ну что, Либерки. А вот Живадан пришел. Да, здорово. Ты же... Ты вообще за Хэппи благам не обещал всегда. Успел на последнюю решающую игру. Благодаря кому? Благодаря Димаге успел. Потому что Димага вторую игру Хэппи-то взял да затащил. Ну что, прилетает Либератор и блочит тут вторую базу. Спорка копается. Сейчас Хэппи хелбатами напрягает четвертую. И за счет того, что Димага так и не перешел, ни в Роу, еще ни вошло. Хелбаты здесь просто четвертую хату на халяву отменяют сейчас. Да, придется эскейп жать. Бэйлингов нужно раньше было запиливать, чтобы вот эта хата не подпустить. Она почти готова. Вот это тоже сбой. Димага не жмет эскейп. Ну, Димаге пофиг, полторака минералов есть. Хватит, ребята. И так сойдет. Хватит минералов на развитие. Здесь куда-то не туда сныкались дроны и королева. Спорку Димага тупо не успевает перекапывать. В итоге Либератор на халяву здесь все прессует. Хэппи складывает, Либератор летает. Только один выстрел успел получить. Нужно начинать добавить. Тем не менее, Димага, что мне нравится, вот по грейдам он не отстает. Он, если заказал 1-1 раньше, то у него и 2-2 раньше, несмотря на экономику. Есть вот спорку. Димаги нужно перекапывать. Сюда перекапать по направлению движения. Постоянно опережать оппонента на один шаг. И не получается так у Димаги. Хэппи постоянно его опережает на шаг. Так, опять марики халбата уже идут. Марики со стимпаком, между прочим. Криптуморы отменяются. Димага эскейп, жать не успевает. Беллинга муф еще не готов. Так, заходит Беллинг. Небольшой дэмэдж халбатиком наносит. Нужно врываться сейчас? Или не нужно пока? Димага решил, что нужно. Линги врываются. В халбатов врываются Беллинги. Беллингов. Достаточно ли Беллингов? Один еще живой. Да, достаточно всего. Димага вроде как хату отбивает. Здесь спорка перекапывает. Сколько... Вот я говорю, посмотрите. Вот то, о чем я говорил. Перекопай сразу сюда спорку. Все, хэппи бы не смог бы ворваться. Просто сюда нормально. Ну, хэппи ворвался. По лимиту в итоге катастрофа. 78 на 103. Четвертая хата падает в очередной раз. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть? На самом деле, это по игре выглядит. Что чуть-чуть. А в плане тренировок, в плане того же Димага не играл. Сколько времени. Это гигантская просто пропасть, на самом деле. То есть, нужно играть и играть, играть и играть, чтобы нагонять вот такую тему, как и мне, на самом деле. То есть, играть и играть. Они там по три часа наладовали три дня. Вот. Много-много-много, чтобы хотя бы там стабильно в ГМЛе выигрывать. Есть забегания лингов, но у Димага какие-то нелепые забегания. Ну, с Бэйнами такие забегания решают. Без Бэйнов вообще не вариант. Хэппи делает выход. Димага Бэйлингов морфит. 2-2 сейчас будет через 6 секунд готов. Между прочим, дрейдет. Мув Бэйлингом тоже готов. Димага сразу срывается с морфу Бэйнов. Ну, Хэппи, естественно, сплитит нормально всё. Так, ещё Бэйлинги готовы. Ещё Бэйлинги в Мариков побежали. Лингов недостаточно. Забегания дома Хэппи какой-как принял вроде как. Бэйлинги врываются неплохо. И Димага еле-еле, но отбивается, на самом деле, здесь. Ну, вот забегания с Бэйнами Димага делал бы. Вот сейчас здесь ничего не было, кроме бункера. Прибежало бы сюда просто 5 Бэйлингов, плюс эти линги, оставшиеся на базе, либо на третьей были бы у Хэппи проблемы. Но не хватает. То есть экономики не хватает, в общем-то, димаги. И продакшн, я так понимаю, сейчас, посмотрите, всё вроде везде заказано, а ресурсов много копится. Привет, эти три семёрки. И ещё тут старт сделаем. Отследуют за мной! Брось здоровье! Так, здесь что-то уничтожено лингов, очень много было, прямо я вам скажу. 142 стопа лимиту, Хэппи делает выход сверху. Но, между прочим, Хэппи на трёх хатках сидит. Если Димага хоть как-нибудь вяленько будет здесь отбиваться от этих выходов, у него есть какой-никакой шанс. Линга Бэйлингов достаточно много, Хэппи не разводит дропами. Вот это, кстати, для Хэппи очень такая проблема. Вот Бэйлинги у Димаги пошли. В этот раз решил с Бэйнами ворваться, но что-то теперь лингов мало останется, Бэйлингов много забеганий в этом. Так, здесь заход линги, Бэйлинги, по паре штучек пытается Димага законтролить. Как минка стреляет Димага! Куда ты, блядь, отводишься! Ё-моё, вот если бы это не выстрел этой минки, может быть, шансы были. Посмотрите, здесь в итоге слишком маленькая группка такая у Димаги. Он пытается забегать, ничего не получить. Здесь Бэйлинги заходят от Хэппи. Дома Хэппи сплита вообще нету, мультитаск отсутствует практически. Но он здесь в атаке... Ну как отсутствует? Здесь-то был и там контролил, стимпатчился. Мультитаск есть, но дома не сплитанулся. Зато здесь убил полностью. Это ГГшечка, ребятки. Это ГГшечка Димаги, к сожалению. Сбился достойно, можно сказать. Вот второй игре. Вообще замечательный. ГГ, ГЛ, пишет Димага. Вот такие вот дела. Так. Две тысячи еще от Бэк якобы на Пайпал. Вот помню еще немного. Всем хорошего стрима. Спасибо тебе за пожелание. Спасибо за поддержку большое. Высокие стандарты. С самого утра. Поддержки. Ну что, ребят, Бабра Лига. Второй матч какой у нас там вообще? Сеточку сейчас посмотрим. Бистик Блэк Тэмплар. Я не знаю, где они. Сейчас. Мне нужно быстренько от... Сейчас будет позвонить и кофейку заварить. Блин, а у меня Блэк Тэмплара, наверное. Блэк Тэмплэк Вел好像. Продолжение следует... Так, ну всё, хэппи отправляем и разберёмся там, что и как дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, короче, нужно бёрнинга искать. Продолжение следует... Так, нужно Тиранвику отписать. Продолжение следует... Ну не всегда всё доходит не через все направления. Спасибо тебе большое. День добрый тебе, день добрый всем. Короче, что-то Тиранвика нет. Сейчас вот такая складывается ситуация. Вот я так и думал, сейчас будет Тиранвика нету. Тиранвика нету, Black Templar просил внучка, что задержатся. Ему там учёба или что-то. Вот, и чё, кому теперь играть в итоге. Я даже ХЗ. Продолжение следует... Продолжение следует... Тиранвика следует... Тиранвика нету, никого нету, блин. Вот я чё-то затупил. Вчера надо у Паши были контакты, взять бистиков всяких там. Но бистиков тоже не присутствует... от Black Templar. Black Templar тоже. Так, сейчас... от Китая неует... Эта... Протягивает... Открываем... Даже на бою... минуталаose... oko... Стурасть... Стурасть. Сегодня только 1 восьмая играется Субтитры делал DimaTorzok Так, короче, тиранвик-код пропал Печаль, третьей пары нет Ну что-то надо сейчас будет делать, короче Придет самому, походу, покатать Субтитры делал DimaTorzok Так, проблемность, конечно, что следующей пары тоже нету Дальше вообще пары буржуйские там идут Так, Стрэндж, Стрэндж Гуру может провести, не знаю Ну как бы Стрэндж здесь есть Так, можно, да, Стрэнджу Гуру попытаться написать Так, можно, да, Стрэнджу Гуру может провести Так, можно, да, Стрэнджу Гуру может провести Так, ребятки, о, кофемина уснулась Так, можно, да, Стрэнджу Гуру Edit ничего страшного с кофе мне случится продолжаем оснить короче надо гуру где-то искать нужен контакт гуру у меня был где-то гуру меня всего нету в сети про сейчас так вот зря под шкан-фу распустил блин этот тупеж да это я конечно затупил вчера что я не отписал но не подумал об этом надо было конференцию конечно создать не создать а вот поставить старую там или что пашни контакты игроков дал а а а а Так. Ну что, надо, блин, Гуру где-то высыпать. Это моя ошибка, да, что я с Пашей так не скороденился. Но я сейчас не дома, точнее, не здесь, где компьютер, просто там. Я в интернет даже не захожу у тебя дома, поэтому так, собственно, и получилось. Гуру у меня есть, но его нет. Может, у меня просто другой аккаунт? Что у нас там за пара-то еще есть? Так, BISTIC стримит сейчас. Ну вот, так, у меня и Black Templar-а-то нету. Вот, так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил на всякий случай, но он говорил, что он по учебе там что-то немножко опоздает. Да, его нету онлайн пока. Так, ну тут вот тиранвик на самом деле сейчас. ДимаTorzok 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 Дима Тorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Так, спасибо всем за поддержку, ребят И вот тебя у вас на скриде Да, двадцатка, вижу, все пришло Все отлично Так, спасибо 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 Так, Андрей Пасечка Это кто это Ну, тут по сути дела Ну, хотя Тиранвик, Black Templar Тоже Что тут поделаешь, ребят Ничего не поделаешь Так, пока я вас всех вношу Я просто пытаюсь разобраться Вот здесь Так, что, еще разобраться России 씨 шio Так Люди Тям 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 Тя Тям Тям Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же. Наконец-то так построился, что хоть справился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ревоаверс Кастом Да голд сыграем этот голд, а застримлю Что, эпичную битву Продолжение следует... 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 Просто нужно контролировать... Продолжение следует... 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 Максимальное время тянем сейчас Как он так запрогнется? Я здесь, среди теней Максимальное время тянем сейчас Я здесь, среди теней 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 Так, надо было парочку бейтов добавить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аз-звездочка поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно, давно не поддерживал, даже неудобно. Спасибо за стримы, Серега. Спасибо тебе, АВАЗ. Вот, наконец-то, всё и дошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улучшение завершено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Месторождение минералов истощено. Я здесь, среди теней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разработка завершена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, все штормятницу сейчас восстанавливаем. Мои навыки. На наши зонды на память. Я здесь, среди теней. Ваши войска вступили в бой. Ликслоу поддержал ваш канал на сумму 322 рубля ровно. Спасибо тебе, Ревчик, за стримы. Эй, это помипека. Ждем игр. Вера. Получение завершил. Реклама. Лежим. 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 Осан, это плавно. Граница. Жизнь, хапа. Разработка завершена. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваши войска вступили в войну. 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 Да, и колодцы что-то не работают особо, по-моему, сейчас, по крайней мере, в моих руках они сработали, это слишком поздно было. Поехали далее. Оп, гуру пришел. Поехали. Поехали. Так, пришел гуру. Нет, колоссам ничего не вернули в лотве. Просто я решил через колоссов попробовать сыграть, но гораздо стабильнее сейчас и морталов подстроится. Ну и шторм нужно единственное только. Что-то гуру пока не отвечает. Поехали. 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 Бёрлинга пока нету. Теранвика нету, но это печально, конечно. Гуру пока молчит, но сейчас подождем гуру. Сейчас я копейок пойду солью. И уже, может быть, если гуру сможет, сейчас может ему размяться, надо там несколько игр хотя бы, то тогда начнем. Гуру. Продолжение следует... 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 ГГ-шечка какая-то прилетела. Так, топ уже пришел. Так, топ пришел. Пришел сюда топ. Молодец, кореец. Нужно найти лейзера. Теперь только получается. Так, вот пришел и Тиран Вик, я вижу. Тиран Вик. Ребята, сейчас будем продолжать. Сейчас я отпишу, какая пара так стрима переменую. Появился Тиран Вик. А вот Гуру пришел. Тиран Вик. Продолжение следует... 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 Хэппи Димага, там Гуру Стрэндж. Пришлось ладера немножко покатать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, потому что, ну, так вот складывается. Турнир был перенесен из-за того, что вечером будет отборочный Home Story Cup. Но там будет очень интересно. Приходить тоже смотреть. Будет весело в любом случае. И стрим будет очень долго и подряд идти. Короче, ждем, пока Гуру со Стрэнджем протеркают. Паша пришел. Теперь мне будет попроще. Хоть отвлекаться поменьше надо будет, соответственно. Так, Вердосов Кокастер. Да, он просился. В принципе, на одну игру можно его взять. Он хотел матч анонсировать. Следующий. Продолжение следует... 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 один пилон отключается все гейты отключены нет прикрытия сзади то есть здесь выгодно делать стенку как можно дальше пользователь биги подчеркиваю смайл активировал премиум на наш канал будет мимо пилона например вниз двигаться вокруг стенки например надо чуть подальше гейты уносить это нужно выносить их прямо на максимум можно вынести где-то на четыре клетки и тогда сзади то есть когда уж идет какой-то можно даже процессе туши добавить сзади пилонов и гораздо больше и лучше отбиваться там если дербит а ул ин то рано или поздно он кончится и все и можно будет отбиться а так получается как только сносят эти два пилоны один пилон и вот на этом тайминге уже может прийти реально 4 рауча 6 трава жара на текущий они бы легко это пробит но пока что ничего не приходит и как мне кажется для стрэнджа то очень неплохо игра складывается сбитый в начале самом овера линги не забежали в итоге он не видит что здесь твой лайт и скорость атаки адептом то есть он сейчас он поймет что адепты есть но скорость он не знает зарегающий просто хорошо у него сейчас идеально потому что зерк не играет в роуте а играет в бейлингов а у стрэнджа ну не просто адепты да то есть просто адептов легко бейлингами отбить а вот адепты со скоростью даже если бейлинг их встречают то есть расплитить хорошо то можно донести дэмс то есть как бы зерк готовится с одной стороны а с другой стороны всего может тогда да но нужно ли было сюда вот телепортироваться хотя позиция такая что линги вообще все развалились сейчас дело не только в позиции у стрэнджа доделывался грейд ну да уже и уже линги конечно разваливаются просто от адептов с колоссальной скоростью просто то есть вот видишь вообще ничего не могут сделать эринги адепты живут стрэнджа рабочих уже столько что терка третья база тоже готова и даже если он сейчас тут не сможет больше дэмэджи он нормально дэмэджи наносит рабочих на фокузе уже восемь штук очень не слабо на самом деле стрэндж набомбил гуру но по лимиту по лимиту гуру пока в плюсе но посмотри парабам насколько такая да еще до того как вот эти последние восемь рабочих сейчас конечно же просто день а там кстати еще дарки до идут дарки но у гуру так гуру есть спорки везде кроме мэйна это еще ничего не значит что есть спорки потому что если спорку убить что сейчас просто и делает про происходит стрэндж лэйра еще нет спорка моментально падает проблема на третий хате райт клик вкладку и минус хата это это просто гг вообще пока какой-то разгром на самом деле происходит но тут конечно попутала карты немножко перенос всех всех вот этих турниров наш гуру может съехать на то что типа он не размялся но я думаю что урод не разминается возможно но гуру я заметил много последнее время игра многие говорят что он от балды какую-то фигню делают но результаты у него все лучше и лучше на самом деле становится то есть игрок молодец на самом деле прошел на дримхак тоже на американцев хороший сетка выиграл хотел стреля каешь хорошие страты пвз но мне кажется что если допустим кто-то готовится будет знать его стиле игры по такое отбивать все-таки довольно легко ну то есть учитывать да что в начале там у него был но это откровенно говоря то есть можно там 100 раз греть что победитель не сует но все-таки на этой карте просто зерк может убить то есть если он попадает кило да там на лицессе еще кинутся лобом не это какой зеркал то он просто там вортик придет просто вот рала жирами покарает конечно это хорошо что в этой игре за это не наказали но с точки зрения как бы игры вообще класс такие моменты улучшать ну да не ну как можно констатировать только одну что на самом-то лучшем уровне постройка это обязана быть как бы она всегда там идет просто вопрос как стрэнджу изменить эту игру как мне кажется что самое лишь проблема стрэнджа самое в нем предсказуемо вот это его начало всегда то есть гейт кибернетка хоть хотя бы как бы на разных картах в 5 там разнообразить там не кусок 1 где-то впереди это может поагрессивнее сыграть либо обмануть что там с 2 гейтов играешь и в нефти ну что то такое когда нужно сейчас оппинга зеркал имеет очень много есть и можно нужно допустим один а вот он сейчас сыграл сталкера гуру слил овера все будут знать что он сталкера делать не будут лететь овером а там например когда ждут на овера и получается алкер не надо вы должны уметь играть там я сыграл сталкера 2 2 игрок там взял пробужд в 2 адепт даже вот на этой статье на самый раз ну да но сейчас будет замесу стрэндж идет вперед четвертую хочет отменить на шести часах но тут четвертую же базе точно не выжить фаербулами кстати кстати у стрэнджа довольно хилый микс очень много центрей в миксе и пара фаербулов даже может зарешать в принципе здесь а если как-то бейлинги вкатятся удачно можно еще глинать хотя тут конечно но тут блинг тут просто товар сталкеров идет и сталкера уже начинает точку решать и очень много самое главное филдов что бейлинги вообще практически бесполезно получают если грамотно их ставить пока грамотно ставят филды она кстати вкатывается пару бейлингов оружия делась но по лимиту видно что все печально с 20 лимитов плюс из трэндж боевого сейчас а тут еще угуру есть плюс 1 стрэнджа плюс 2 отделалась но тут уже не хватает да тут начало было слишком дайте экономически да про сыграл безошибочно зерк сыграл с ошибками во первых началось все со сбитого овера не забежавших лингов закончилась врывом адептов замечательным просто это га-гэшечка гуру там случайно паузу жмет видимо гуру маленечко горит а там не маленечко я чувствую так вторая карта руины индиона насколько я вижу поехали ждем группу хотя очень сложная карта просто вообще все новые карты то есть коралла индион инвейдера мы вот это фраз он темпл тоже сейчас было она конечно тоже непростая но все-таки она более стандартную похоже а вот эти новые не стандарт они конечно очень сложно как зеркал играть на них то есть ну очень много вариантов там и сервер игры особенно на индион это панкарта на двоих то есть вот это особенно зерковская карта что очень маленький рождественца вверх и получается играет какую-то люру или ручий масс там просто пробиваются двое камней так золото просто идет уж жестко вот протеза наоборот процесс но не может пробить ко мне то что у процесса как бы армия в начале игры вообще-то штаб первой половины грамм и не может ко мне ломать это будет либо феникс и там например адепты просто адепты либо центре например либо stalker все это очень плохо ломает ко мне вот и как бы просто с получать не может атаковать вначале вообще кроме ну как мне кажется вот если с как стрэнджевскую стиль с блинком если не через фениксов выиграть думаю ломаются камни понятно то есть зеркал ломает ко мне получается закрытый проход и пока ты сломаешь ко мне пройдет ровно столько времени сколько зеркал нужно чтобы давно пить провашеров построить ручки то есть вот в чем проблемы на этой карте а с другой стороны тайминг зерга атаки в 3 вас здесь не страдает вообще просто камни ломаются и они быстро ломаются держит что его много все и там пробивается то есть ну и вначале тоже рампа очень сложно закрывать то время как дергал по пофигу поэтому не здесь то что какие-то спешил тактик играть и что вопрос и сыграть очень стандартных листов отлетишь ну да но если зеркал не повалят получается адептиками такой уже враг не будет работать как стране в прошлой игре так вообще никакой врыв работает из камни ломают блин книг ну там понятно что призма фениксы работают но это предсказуемо на этой карте значит будет стрим сделать хорошо бы здесь какой-нибудь быстрый nexus было бы пилить стрейш играется в гид вообще мне кажется не очень парень выиграл первую игру настолько уверенно агрессивно играю а второй ну просто зерк не будет играть как ранее ну как ты играл агрессивно надежно первую игру зачем зеркал играть во второй проиграв первую чик тут никак не может не может быть раннего пула там футболе 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 конечно здесь мексус был бы идеально с точки зрения мексус первой да 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 ну с одной стороны да ну с другого века ладаре играю но понятно я пока ты вообще как бы на уровне слабеньком играют побаиваюсь всегда что здесь рампу нижнюю низу не закрыть будет она жирная такая вдруг там линги прибегут а ты камень не успел повалить например тоже как-то стрёмно знаешь одни на самом деле с мексусом первым отбивать если там допустим после хаты до линги прибегают это легче чем легче чем с вот таким мексом как устрей я такой мексус как у стрельжа тут вообще забегая не хочу собаками то что можно и дропнуть и забежать там рамка точно будет еще непонятно в общем не суть сейчас это неважно потому что опять же гуру играет в другой билд не тот который подразумевает какую-то жесткую агрессию а он играет в раннюю довольно таки третью хату то есть ну да то есть не три хаты пул но до готовности пула третья это такая тоже более-менее халявная хата здесь вот собаки не заказываются то есть вот сейчас бы адепт просто прибегает он там во первых он убивает 1-2 рабочих например еще заказывает зерклинга вместо этого видишь зерк подстроился уже в этой игре он знает что бустится сталкер и он не строит линга вообще и просто заказал на халяву хату ну да причем сталкер навряд ли что нибудь почему хотя нет вот этот овер которого пробка сейчас палит это идеальная цель для сталкера получается стрэндж прямо туда бежит да но это все как бы все равно меньше чем то что зерк получил на выходе его билда нужно в принципе да у него билд солярный но с другой стороны стрэндж может сейчас повалить камни и принципе ставить третий нексус тоже быстро и достаточно может но гуру заказал немного собак 6 8 штучек и в принципе конечно эти собаки не выигрывают как стрэндж решил посмотри насколько стрэндж завоялся видимо в рывок какого-то даже у верчашь выстрел сейчас на пилон чтоб камни побыстрее свалить даже эти 8 собак то они конечно гору ничего не сделают но они могут зато начать ломать камни то есть тут же можно ломать не в одну сторону можно ломать например там сверху камни здесь камни ломать и тос не может расплититься так чтобы везде от дефи до пить мазеркором но гуру почему-то не ломает камни он видит закрыл проход ну да но стрэнджа смотрел стрэнджа будет призма 4 гейта один из таких любимых его билдов кстати очень часто я видел что вот то есть не знаю может не готовы просто к этому билду вроде как бы врыв не рассчитан на какой-то там дикий дэмэдж на подхараса выход 3 нексуса зачастую стрэндж прилетает четырьмя юнитами 4 варпит и там чуть ли не убивает просто оппонента и кстати у гуру то нет ничего у него нет билинг теста нет рауч варена да есть квин парочку но тоже мало то есть сколько там две три три клины короче гуру халявит и в принципе если вот он сейчас начал заказывать юнитов он бы отбился в плюс но он не заказывает юнитов а призма уже вылетает да но призма к сожалению через овера прям летит минус очень большой да но там есть синтри с филдами и квин нет чтобы вот знаешь там сразу убить призму так еще одна здесь еще один овер пролетает гуру реагирует сейчас приходит отбивайтесь надо дропаться сразу стрэнджу зелок сталкиваться н3 дропа с давар пошел гвардиан шилд рублен чтобы чтобы точно не убила призму это королева королева падает зелки хорошо очень как врывать 12 лингов еще у гуру заказано и вот как обычно стрэндж наносит дэмэдж может спорку здесь убить имеет смысл чтобы призму поближе подвести очень долго убивать спорка сборка имеет очень много хп до варф еще зелков уйдет центрей стрэндж законтраливает идеально фактически зелки королеву разваливает номер один вторая живет стрэндж вообще очень хорошо сейчас бьется разменивается замечательно смотри на потери просто 30 юнитов на один сейчас размен пока кстати еще не сказать что все плохо у зерка рабочих меньше но есть 3к базы то есть как то отобьется здесь сейчас хорошо вот этого момента у стрэнджа в принципе третий нексус в догонку тоже ставят сейчас нужно понимать что стрэндж не может уйти всей этой армии то есть да то есть если он потеряет армию в любом случае это он представь какой тут по очереди все роучи выходит и размена в пользу стрэндж в любом случае идет и до сих пор тут две тысячи на триста там три юнита погибло это зелки какие-то по моему спорка падает за призму можно не беспокоиться пошли разводить а ты пошли разводить а сталкеры с центрями сядут сейчас призму просто и все так но здесь линги прибегают роучими здесь стрэндж контроля дзелков подробующего варпануть эти неплохо было как мне кажется они бы затанковали стрэндж на мэне и так разбирает очень неплохо дзелки варпаться сталкер потерян больше рабочих ситуация ты разнакаешься как в прошлой игре то есть по рабочим по экономике кстати бруди до сих пор отбиться да он не может отбить мэн королева очередная падает здорово чем и делки пошли еще стрэндж бы сталкерами своими под контролем вместе с ручками только часть юнитов вперед вырывается чай где-то сзади стоит гуру уже с рабочими вынужден бить на чем он вот сейчас рабочих послал то есть очевидно что он здесь не отбивается пока что надо копиться как-то он в общем-то рабочих пошел просто слил вот тоже видишь муру сильный вроде игрок да так очень часто сделать учет туда будут как рабочими трюмером чисто визуально было видно уже решил улететь отсюда улетает последнего ручи забирает нам достаточно много армия потерял но у него у него и морд вы у него блинг и но тут уже конечно дергу не выиграть потому что если бы еще там у стрэнджа не было вот технологии там фаржи твоего чем можно было подумать здесь будет просто жесткий выход то есть с филдами и к этому моменту зерк не успеет сделать ничего не гидры не луры не раважеров много не квин он только успеет отстроить экономику к этому моменту просто придет к нему и будет оказывать ну да тут блинка плюс один и уже сейчас на блинке я понимаю стрэндж собирается уходить он прекрасно понимает что ему нужно ставить точку этой игре дэмэдж он просто гигантский нанес по сути такая ситуация как в прошлой игре а как уходить надо видимо через вот камни которые на шести часах вот эту позицию да потому что здесь крипа слишком много уже налита да там а там можно через камни без крипа то есть подошел так не делает он всегда гуру там еще теряет овера по-моему или что он теряет где-то пытается выйти в гидру по-моему стрэнджи блин как у призов надо уже идти под блин как мне кажется я думал что он в первом же иммортал он пойдет камни ломать все равно да то есть даже если он будет час очень долго тупить и игру там игра замедлится все равно зеркал почти никогда не догнать по экономике по юнитам да еще и овера стрэндж минус ну силам контроля сейчас прекрасно до вар сталкеров делает мужа старые уже камни начать выбивать понемножечку этими сталкерами ну стрэндж первый решил помочь пытается гуру ва выйти в валеру но я вижу что он не успевает реально выйти в нее до гейтов у стрэнджа 8 штук кто-то 3 2 будет там как ему полагал плюс 2 только в конце замеса разве что будет ну до этого достаточно в принципе этих технологий у руку гуру 16 ровч 4 реладжи там 21 сталкер 9 центре 3 и морфа кстати где не в сеть я думаю что здесь даже просто было из толкера я забрали битер как проходит стрэндж пошел замес файбула кидается стрэндж уворачивается агрессивным блинком в роучер и озеро проявляется филды очень жуткие пошли ничего выйти не может гг пишет гуру это 2-0 стрэндж и уверенно он побеждает раньше как-то так не так уверенно он отыгрывал видно что сейчас тренец ну что ж ну что ты там хотел анонсировать матч какой-то заодно а дает не то чтобы анонс я просто думаю что как раз игром надо сыграть будет следующий шоу матч вот пока просто передал фонда нет и поэтому я не могу анонсировать конкретную дату но я могу просто что скорее всего со страницом чем альфа пройдет я думаю что пригласим стрэнджа как раз так что ребят шоу матч ну а стримля по им по датам информация будет осмотрите а так что если кто-то заинтересован чтобы побыстрее прошел такой шоу матч может поддержать слегка вот ну да спасибо тебе за компанию общем готовьте там мне просто мой интересный тигры тоже посмотреть как раз сейчас стрэндж на подъеме пвз мне тоже как бы сегодня пвз играть вот сиралом да в общем тебе удачи желаю мы сейчас не знаю когда у меня очень матч сейчас у тебя где-то через два или через три мальчику сейчас топ и laser потом аверс против тиран века будет и потом уже возможно твой будет сейчас я посмотрю сетку еще раз да скорее так через два по три твой твой мать будет через три три буты и лазер надо еще бистик black templar слушай я не знаю как там бистик black templar тиран вик аверс и топ и лазер точно будет до этого а там уже пришли вообще кто-то вот уже то уже бистик и лазер готов и так понимаю и потом потом пришел тиран вик то есть он тоже уже готов будет сыграть точно потом как то так короче через два в три лиф через три не очень долго я думаю там все будет но я тут в принципе заготовил страты под серого что можно побороться будет тоже ну будем смотреть будем смотреть а начал очень до всем пока короче увидите мои игры позже спасибо тебе вердос увидимся попозже так попрощаемся с артемом пока выясняем кто дальше ну что-то я не наблюдаю лазера и так лазер и и и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Создаем карту DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Играет музыка. 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 то, что проседает сейчас по грейдам очень сильно. Кого-то без потерь кто-то выигрывал. Ну вот пока потерь нет. Если быстрой игры, конечно, бывало такое. Я думаю, не раз бывало. Так, Феникс и Мердос летают. Смотрите, вот четвертая хата. Дрона не прикрыта ничем. Минус в шесть дронов сейчас. Но Мердос сейчас может лишиться всей экономики, если он будет невнимателен и медлителен. Все абсолютно... Ну как вру, не все, конечно, здесь база, вот, например, выживет. Но Мейн вторую можно просто уничтожить влёгкую этими двумя дропами. А у Беллингов есть хоготь. То есть с удара рабочий взрывается. Это очень жестко. То есть малейшая невнимательность ГГшечка. Причем куда залетать Сирал будет непонятно сейчас. Может быть он внутрь там на дальнюю базу будет залетать. Мердос еще раз подхарасил. Залетая овер. Причем позиции такие, чтобы минимальный вижен был по времени овердоса. Вот овер залетает. Овердос никак не реагирует. Хар нет, среагировал вру. Но на второй никак не реагирует. Оверча же пошли на вторую базу. Хорош, пилоны здесь минус нуля. Все моментально. Фениксы прилетают. Беллингов нужно поднимать. Беллингов не овердос не поднимает. Хорошая овердоса недооценил сейчас. Великолепно просто отбивается. Рабочих вообще практически не потерял. Но нужно быстрее возвращать их на добычу. Добычи нету. Никакой сейчас. На второй стоят. Здесь стоит вообще три базы. Ничего не добывается. Нужно резче реагировать. Все, наконец-то возвращает всех добываться. Рабочих добывать. Ну, у Сирала 84 дрона. У него жесткая экономика. Он уже там в Грейтер Спаре строит адреналин. Игрейдов очень-очень много. Будет ли вердос какой-то выход делать? Хороший вопрос. Пока не наблюдается выхода. Самое интересное, вторая атака сейчас только-только доделывается. На мейне вроде как добычу начал. Газ вот один рабочий не добывает. Четвертый никус либо атаковать вердос будет. Я вообще сейчас понять не могу, что он собирается делать. Вижу. Добавляются архуны. Боевого альмита, ну, намного больше, чем у Зерга. Я думаю, что нужно выход делать по грейды, пока там брудов нету. Пытаться убить просто Сирала. Фениксы летают. Фениксов много. Фениксы харасит. По воздуху прикрытие хорошее. Призму сейчас сделать просто и все. Так, вердос не стесняется лимбус подрезать. Чего энергия у Фениксов есть? Надо. Разменивайтесь. Почему бы и нет? Так. Почти готов Грейтер Спайр. Вердос делает выход. А почему без призмы? Почему без... А, это вообще четвертый никус. Он вперед не идет. Вот эта ошибка, как мне кажется. Давать Сиралу жить. Так у него ничего нет. Ничего. Просто оклик сейчас. Вот реально оклик. Но вердос что-то сидит и ничего не делает. Ни третий по грейдам проседает и вперед не идет. Ужасная, как мне кажется, ошибка с его стороны. Неправильно оценивает ситуацию в данный момент, что нужно просто уйти, пойти и убить. Причем убить легко в хлам, вмяться там как угодно. Так. Эморф не стоит четырьмя зелками. Сиралу еще какие-то забегания пытается делать. Семь рудов запилены сейчас. Овердос у Флитбика. Но с другой стороны он уже в темпе-то выходит. Но вот что меня беспокоит. Грейды. Ну что, третья атака вроде как делается. Лимит. Ну вот уже у Сирала лимит больше. Сирала экономика просто замечательно. Он сейчас запас копит. Вот это меня очень сильно беспокоит. Два темписты, конечно, есть, но бруды уже вперед идут. И проблема, что бруды еще будут с прикрытием караптеров. А темпистов здесь не так уж. Хотя фениксы здесь есть с другой стороны. Но фениксы это такое дело, что... Так, здесь только жир оставляет вердос, что называется. Иммортлый архон и сталкер. Это кажется какое-то забегание у нас будет. Ну, если мимо всей этой армии пробежать к Сиралу этим и на бейлингов не попасть, это очень хорошо может выйти на самом деле. Но... Так, спалил вердос всех своих адептов. Делков. Нужно приводить сюда. Ну, вот, кстати, Сирал заходит. Вот что значит инициатива. Заходит, на халяву позицию сейчас занимает. Позиция замечательная. Темписты где вообще? Вот они сзади где-то подлетают. Шторма нет пока. Третьей атаки нет. У бейлинги все ныкаются сейчас. Темпистами нужно бомбить уже и лететь. Так, уверчаж выставляется. Бейлинги будут врываться. Пока ничего вообще не врывается. Караптера ездить. Ну, забег... Я не знаю, что? Сейчас Нексус третий и четвертый отдавать. Ну да, придется четвертый Нексус отдавать на ровном месте сейчас. Вердосу. Да, варп еще зелков идет. Караптеры там деленкой заливаются. Темпистов нету. Шторма нету. Нужно бой как-то принять Вердосу. Бейлингов только много, чтобы удар просто вся армия будет несена. Вместо того, чтобы пойти убить вовремя, Вердосу терпел до того, что его убивают. Ну что за бред вообще? Так, пошел замес. Зелков нужно сплетануть, развести. Как-то зелки не разводятся. Вот сейчас только зелков сплет небольшой пошел. На бейлингов наламываются. По земле не остается юнитов, которые могли бы бить с воздухом драться нормально. Брудов пытается темпистами фокуснуть. Вердос не получается. И по земле все. Короче, минус Вердос. Дождался. Досиделся Брудов от Сирала. Я Сирал пришел, его убил. Ну блин. Надо проанализировать Вердосу эту игру. Это победа его была. Я вот просто, ну... Ну вот микс этот жидкий просто зелки против бейлингов, против всей этой хрени. И нельзя ни в коем ждать случаи такого сидеть. Вердос думал, может быть, что это Бруды было, но это были не Бруды. Так. Преон, вторая карта. Так, и лейзер там что-то... и лейзер там что-то... Так. Преон. Так, ну вот досидел Севердос, в итоге 1.0 лейзер ведет, а надо было окликом убить. То есть идеальная средняя стадия, идеальная оборона, а потом непонимание, что делать, отдача и все. Продолжение следует... Так, ну да, я хотел сказать, что ультралов, возможно, вердол ждал, я не знаю, что я там сказал, на самом деле. Ну что, здесь гейт, пилон овердос, еще гейт пошел. Проход-то кто закрывать будет, и как, непонятно. Знаете, как у Сирала идеально рабочие сплитчины сейчас. Все остались на ближних минералах по 4, переводится 8 на вторую базу, на золотую. Да, добыча просто идеальная у Сирала сейчас создана, она для данной стадии. Вердос тоже на золото переводит, Вердос как-то очень мало на золото переводит, непонятно почему. Сирал, конечно. Элейзер топ будет следующим играть. Ошибся я, потому что обсуждал, просто одновременно приходится обсуждать, какие следующие пары, вот поэтому так и получается. Так, линги прибегают от Сирала. Третьих отставится, эволюшн запилнутся, какие-то передропы, видимо, будут. Возможно, с бэллингами на такой стадии. Или нет, пробку одну терять, Вердос. Неприятно, но не смертельно. Мазеркор готов. Линги на мейн, врывается. Ну, туверчаж пришлось выставить. Отбивается на мэне. Здесь у нас что? Ну, 4 линга на пробку разменялся. Раул так себе размен. Одна пробка, это не так уж страшно. Здесь в пилончике нового Вердоса добавляется. Вижу, овер делается. То есть будет передроп абсолютно точно. Сейчас лингов. Здесь адептики есть. Два на мэне адепта остаются. Ждет Вердоса передропа. Он адепта одного на мэне оставляет, но сам передроп он не наблюдает прямо. Так, лингов очень много сейчас на мэне оказывается в итоге в Вердоса. Адепт Мазеркор здесь стоят. Сентрия готова на где-то сзади там. Все, врывается линги. Сейчас адепта окружают. Приятного здесь мало. Нужно со второй базы брать адепта сюда на мэне. Верчаж на пилон выставлен. Второй пилон вроде как прикрывает. Почему-то со второй базы ничего не берется. Вот сейчас только берет сталкера адепта Вердоса. Нужно заходить, отбивать. Так, на золото врыв пошел. На золоте здесь есть юниты. Все в порядке. Пытается сразу подгрызть рабочих. Ну, подгрызает три штучки в данный момент. Но вложился-то он в лингов этих тоже не слаба на самом деле. Поэтому у Вердоса ситуация более-менее нормальная. Отгоняет овер-овердос. Здесь у нас роучи пошли вперед. Слинги строятся. Это еще... О, это роучи реводжера врыв. Овердоса с торгейтой строится. Готов он отбиваться? У него нет оверчаржа сейчас. Юнитов мало. В принципе, гейтов всего две штучки. Так, приходят роучи. Вердос палит этих роучей. Пилоны еще в куче стоят. Сейчас реводжеры могут очень жестко их бомбить. Сейчас Сирал прямо на хайграунд будет лезть. Да, Сирал будет прямо на хайграунд лезть. Вердос может одну грелку заказать. Сейчас у него есть, в принципе, ресурсы. Что, нужно уверчарж выставлять на пилон какой-нибудь хотя бы? Сирал пробивает все пилоны в наглую. Просто заходит дальше. Здесь пытается фокусить пилон. Нужно рабочих выводить. Нужно что-то выводить. Пилона-то, понимаешь, упадывает. Сейчас роба будет отключена просто-напросто. Так, Адетс пилончик откупает. Филд еще один пошел. Филд, кстати, неплохой сейчас был запилен. Грелочка заказана. Но одна грелка спасет ли она вообще от этого врыва? Я очень сильно сомневаюсь. Ну, кстати, Вердос здесь с филдами очень неплохо отбивается. И Полимитон в плюсе. И грелка есть. И Мортал. Так, здесь забегание лингов неприятненькое идет сейчас. Лингов на мэне Вердоса отбил. Хороший лимит получается у него. Сейчас можно просто на... Так, грелка сбивает овер. Сейчас соплай блок еще можно создать Сиралу. Но вот опять же, сейчас нужно идти и взять тепленьким этого Сиральчика. И ждать здесь абсолютно нечего Вердосу. Он ставит третий Никсус, но даже учитывая того, что ты третий Никсус ставишь, в такой игре нужно реализовывать быстрее. Здесь вот надо заблочить обратно рампу на самом деле. Что Вердоса собирается, насколько я вижу, сделать. Так, линги здесь ходят. И Мортал что-то тут один развлекается, бегает. Но юниты рядом. Поэтому и Мортал все нормально. И Мортал за контролем. Здесь грелка летит. Можно фаербулами... Не фаербулами, можно оверов пожить, роучей пожить. Так, контрола может поставить. Мазеркор, ХЗ, Овердос. На какую цифру? Без цифры, насколько я вижу, Мазеркор. Отгоняет грелку сейчас королеву. Нужно улететь, терять ее не обязательно. Абсолютно 109,98. Вот я не понимаю. Тут был улыновый пуш. Очевидно, что был улыновый пуш без лейра. То есть все там не мувленное. Поставьте пару пилонов. Здесь Мазеркор оставит. Да пойди ты вперед. Убей ты его нахрен. Вот че, зачем опять сидеть и му-му? Кота за яйца тянуть, что называется. Так, плюс один только на воздух. Еще твердос делает. Хотя земли... Ну, если он не собирается никаких армад делать. Почему на землю? У них фаржи ничего нету вообще. А, фаржи нету. Нормально, фаржи нету. Грэйды на землю не делаются, поэтому... Так, 118. Вот уже лимиты равны. Псидь, парабам. Равна уже ситуация. Ну, зачем такое допускать? Не знаю. Вот это постоянное сидение. Когда-то твердос пойдет в этой игре, я уверен. Так, выходит пуш еще раз. Вирдос видит. Мимо обсервера, кстати, пролетел. Сейчас стирал. И королевы здесь. Так, ручеры, озеров не так уж много. И может строиться фениксы. Где вообще все? Фениксы здесь, но это вердос в хлам. Здесь этот врыв отобьет, на самом деле. Я уверен, абсолютно. Просто в хлам. Здесь гидра отдельно от... Сейчас королев начнет биться. Все, подходит. Тирал. Нужно идти, не бояться. Сейчас вердос, я не знаю, что он боится вообще. Сидит. Иди ты отбись его. Ну, а, ну он ждет. Ну, ладно, папилонами ждет. Все равно пушь папилона дойдет. Папилона все дойдет. Пошел врыв. Сейчас гидра поднимается. Вирдос там фениксы разваливаются. Нужно идти дальше, быстрее врываться. Королев поднимать там. Все, как можно больше поднимать, чтобы надемная армия просто громила. Вирдос так, собственно, и пытается сделать. Фениксами поднимает побольше юнитов. Каким-то образом умудряется здесь еще развалиться частью армии. Оверчаж есть. Да, есть уже оверчаж еще один. Неужели Вирдос здесь еще... Так, здесь 13 пробок. Здесь линги на мейне. Все просто уничтожает. На второй базе линги тоже собираются все уничтожить. Оверчаж. Вирдос рубает. Оверчаж и лейзер пытаются убить. Оверчаж. Всей армией Вирдос пошел отбиваться. Вот что один контрол этот значит. Ну как так-то? Твой лейзер. Сирал, конечно. Дрохнулся. Вирдос сейчас на мейн. Ну, Вирдос спускается. Вроде все в порядке. Рабочий ход 16 потерял. Но по ремиту в плюсе прессинг отбивает. Фениксов, правда, все меньше и меньше. Королевы там очень сильно трансфюзами друг другу помогали лечиться. Ну, Вирдос все равно отбился. Здесь это абсолютно очевидно. Королевы новые подходят. Но королевы новые не спасают сейчас. Так. Нужно идти ловить там все, что сейчас прессуется. Три стрип. Так. Парабан. Золото восстановил. На третьей добыча есть. Пилоны на варп. На варп намедленно идет сейчас. Видят Вирдос врыв. Там три юнита крестом. Нужно принять этих юнитов. Ну, что боится-то Вирдос? Пока не соединилась армия. Сидит, боится. Ну, и Сирал понял, что его сейчас могут развалить. Отступил домой. А зачем? Ну, экономика здесь печальная. Чего ему вообще лезть? Здесь пока Вирдос экономику установит, Сирал там заново отстроится просто и все. Ну, как-то вот Вирдос... Ну, отсутствует чуйка, как будто бы вот это когда... Когда ему нужно взамес вломиться. Так, здесь три гидрала загуляли. Именно гидрали. Ну, Вирдос четвертый. Нексус надо ставить. Он опять же сидит, что-то ждет непонятно чего. Пушите сейчас тут миллион крест. Типа, миллион гидр, и в куш пойдешь развалишься. Адепты без скорости атаки по земле нули вообще. Че происходит? Не понимаю, Вирдос. Че делает? За бред. 150 на 120 лимит. Лимит боевого уже... Ну, грейдов-то тут нет. Че тут с этим лимитом делать? Так, пилонная помощь. Вирдос уже закрывается. Фениксами... Фениксами харасит не летит. Тоже проблема очень большая. Вирдос что-то сидит, ждет постоянно. 11 люркеров сирал делает. Ну, настолько... Ну, нельзя играть пассивно вот так. Че Вирдос сидит-то дома ждет? Я не понимаю. Че он ждал-то? Вот этого врыва на 180 апреля. Надо анализировать игры. Нужно понимать, что происходит, Вирдос. Иначе беда. Здесь врыв идет. Люру. Вирдос прекрасно видит. Ну, кстати, Люс с Люрой справиться не может. Но Фениксами весь антивозгуб разбирать всю гидру. Так. Реводжера поднимает, убивает. Нужен аптервер. Срочно, Вирдос. Срочно. Фениксов много достаточно. Люру еще можно отбить будет. Но нельзя армию сливать. Другую вот эту, которая прикрывает все эти врывы вообще. Оверчаж выставлен на пилон. Фиг с ним с оверчажем. Пилон отобьется потом. Аптервер скроется номер один. Аптервер строится номер два. Нужно грамотно еще зайти. Настирала с таким вот фронтом широким против всей этой армии. Залетают Фениксы. Поднимается гидра. Королева. Оверсира здесь нет. Нужно Люру поднимать. Вирдос идет вперед. Но по земле, как мне кажется, что-то тут не очень много юнитов у Вирдоса. Хотя Люру он поднимает очень неплохо. Но Люры достаточно, чтобы отогнать Вирдос. Сейчас 85-130 лимит. И Вирдос все равно не справляется. База-то кончилась. Экономика кончилась. Все. Четвертый Нексус не занимал. Но если ты сидишь в четвертой стадии, все, разжирайся. Вирдос сидит в трех армии устроить. К сожалению, это 0-2. Нужно констатировать факт, что в обоих играх Вирдос на средней стадии просто наголову переигрывал своего оппонента. Но почему-то не реализовывал свое преимущество. И в итоге вот такая вот ситуация сложилась, что две игры взял-отдал. Ну что, и лейзер против топа. Ну что, и лейзер против топа. Так, стрим нужно переименовать сейчас будет. И лейзер от топчика ждем. Продолжение следует... Топ пока отсутствует. Ну что, поехали. Лейзер против Топа сейчас, потом будет битва Аверс против Теранвика. Так, ну что, Топ против Лейзера, Бо-3, поехали, Храм во льдах, первая карта, Топчик прямо снизу депошечку ставит. Так, ну очень многое зависит от того, какой пинг у корейки. Конечно, ему неудобно здесь играть. Привет, Телезер, Сворц, Москалец, К2Т и всем везде привет. Так, кстати, на Твиче сейчас я быстренько переименую стрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, что и Лейзер делает. Нехороший человек. Сверх ранни Роуч Ворон. Кажется, он собирается как-то агрессивно с топчиком сыграть. Готов ли топ будет? Но вообще Рипер летит вперед, и фактас окажутся. Факт и тайминг такой, что еще там 30 секунд она строится будет. Потом Лаба, потом еще танк, но здесь-то тоже Роуч Ворон еще строится. Надо Роучи заказать, прилететь, еще приехать. Прибежать Роучи. Не прилететь и не приехать. Колеса пока и крылышки им никто не приделывал. И стенка такова, что здесь даже бункер не запилить. Вот то, о чем мы с Вердосом недавно говорили. Вот здесь подальше должны депошки быть выдвинуты. Чуть даже бункер не поставить. Что за стенка такая ущербная? Так, Сэшку нужно в орбиталочку морфить. Али, бункер будет вместо барака. Да, бункер тупо вместо барака будет запилен. Барак вообще на хайграунд улетает. А здесь Лаба Старпорт. Реводжеры морфиться. Видел вообще тупо, что там реводжеры морфиться? Должен, наверное, был видеть. Роуч вперед идет. Но это Роучи и два реводжера. Это вообще рипер минус. Ну все, три реводжера есть. Фаерболы пошли раз-два. Депошки будут напрягаться с бункером просто. И все. Еще фаерболчик падает. Танк нужно сиджить, просто отгонять в итоге. Что и делает топ сиджить так, чтобы попадать по реводжерам. Но нужно переводить будет его медиваком сейчас пытаться подхарасить. Ой-ой-ой, прилетает и лейзер с овером. Танк забирает за залп просто. Кажется, у топа гигантские проблемы здесь получаются в этой игре. Марики пошли отгонять. Но отогнал немножечко. В итоге Лаба на хайграунде. Лаба неприятно там находится. Так, танк сиджит. Слабу нужно отчинить. Успевает топ что-то подконтролить, отгоняет. Но и лейзер-то в это время не сидит на месте. Он развивается. А топ рабочий в какой-то момент не строил. Между прочим. Ну, забирает реводжеров, забирает овера. Хоть что-то сейчас. Рабов продолжает строить. Плюс еще бараки. Пошли пять бараков. Ну, стимпак-то не заказан. Вообще ничего не заказано. Что за билд? Страннейший такой. Газ добавляется рабочий. Возвращается танк. Летит харасить. Стим-то хоть закажи бараков на клепалку. Еще второй. Так, второй медилаг марит. Еще один танк идет вперед. Стим заказывает топ. Решил лейзера понапрягать немножко. Ну, тут есть ручи. Шесть штук, по-моему. Да, даже семь. Плюс реводжер. Плюс танчик. Плюс королева, точнее, здесь танчик второй подходит. Танчик еще топ привозит ближе. Ну, как-то наглый топ, по-моему, действует. Здесь немножечко нет. Нагловато, я бы сказал. Ну, танки нужно сейчас в тиши поставить бы. Что-то ходит топ. Не понять, что. Пытается протарать. Танки делают залп. У них королеву подрезают. Еще один медилаг полетает. Марика. Пора уже отвезти было, а то сливаются. 70-96 по лимиту. Здесь какой-то, смотрите, supply блоки, production странно. Вообще все, при этом все вперед топ ведет. Вообще как-то пока отыгрывает просто провально, как-то я бы сказал. По-другому это и не назовешь никак. Что он делает, я просто понять не могу, если честно. Как-то раньше он более внятно играл, как мне кажется. Здесь один чейдинг еще сзади идет. Просто бараки все без пристроек. Что-то сумбур полный. Третья ЦЦ пошла. То ли на пинге тяжело, то ли вообще просто лейзер удивил этими ровущими реводжерами. Так, танки топ законтролил за топ. И здесь напрягает. То есть, ну, на контроле таким корейском пытается вывести. Королева упала. Смотрите, топ здесь сконцентрировал-то юнитов. Вполне себе много. Так, криптуморы выбиваются. Оверы выбиваются. Еще один криптумор минус нул топ, чтобы поменьше крипчика здесь было у лейзера. Ну, то, что бараки, конечно, без лапа, да вообще какая-то... Не без лап, точнее, а без реактора, без всего вообще. Печаль полная какая-то. Лейзер идет вперед. Здесь четыре танчика у топа. Не успевает он законтролить танки. Хотя ни один успел, остальные не успел просто законтролить. Эти лейзеры отгоняют, топ упал. Лучше б с контроля вообще убить бы мог бы сейчас. Здесь не так уж много юнитов, на самом деле. Щиты не готовы, еще ничего там не готово. Танк вообще топ не забирает. Ну, вот сейчас провал вообще по лейминку становится. И, по-моему, ничего не получается. Орбиталку топ заморфил перелетает сейчас. Не такое ощущение у меня, что пинг подводит здесь плюс как-то топ вообще потерялся в какой-то момент. Здесь же четвертая хатовая лейзера вроде как бы топа прессует. Ну, по грейдам провал 1-1 в 1-0, а там уже вторая атака делается. Какой-то супер передроб какой-то полетел большой. Хотя какой-то супер большой, три танка плюс восемь маленьких. Так, лейзер идет в контратаку. Топу нечем отбиваться здесь абсолютно. Зато на третьей базе пытается напрягать. Ну, ты либо дропай, если что-то делай. В итоге топ ничего не делает. Танки все, здесь скан пошел. Эти юниты стоят вообще ничего не делают. Абсолютно непонятные действия со стороны топа для меня сейчас идут. Мог вот пока там летал, вот этой темой мог прямо сюда вот дропнуться и все здесь убить. 123, 131 по лимиту. Так, несколько роучей на мейн заползают. Здесь роучи выкапываются, принимая сплэш. Танки своих же рабочих в итоге убивают, посмотрите. Три роучи на мейн, на второй два. Здесь выкопались, закопались. Здесь маленькие прибегают с танком, но они самому уже подземным роуч. 180, 8, 129 по лимиту. Куда-то сканит. Стоп, он дома у тебя сканит, понимая, что нужно выбивать роучи этих диверсантов. Выбивает вроде как, но они на закупке везде просто напрягают. Ну, кстати, несмотря на то, что вроде как все печально, но отбился, стабилизировал и даже боевой лимит, смотрю, есть какой-никакой. Гриды 2-1 делать. На выход в ультралов идет уже и пятая хата. Кажется, Элезер уж давно убить должен, но туп держится пока. Верно. Ну что, здесь уникальный армой ультралом, 4 ультрала, ну и топ абсолютно, естественно, не готов под ультралов, тут им как бы ровучий реводжеров-то до сих пор не отбить нормально, а здесь ещё, так, орбиталка полетит, четвёртую орбиталку занимаем, но это совсем нагловато как-то, если честно. Здесь тройную дроп, 3 медивака висят, может куда-нибудь ворваться. Всё, ультраллический уже есть, микоз есть. Так, скан по ровучам идёт, они танк убивают один, второй убить не получается, топа еле-еле, но отбивает его. Здесь заползание идут по всем направлениям, выкапываются ровушки, здесь танков на хайграунде много, вроде как минусуются всё, но один успел там минеральную линию зайти, но моряки строчат по нему, моряки убивают его понемножечку, тройной дроп залетает сюда, но здесь один ультраллический, абсолютно правильная политика от Эвейзера. Моряки не способны убить одного ультралличеса из медивака. Он растоптал просто всех и всё. Ну здесь уже фактически чисто Рейозера остаются, но либераторов, блин, топ ещё держится, что самое интересное. Либераторы раскладывают ультралов в ловушку, пытаются загнать топ, но ультралы не попадают в ловушку. Один копается, сейчас скан пошёл. Смотрите просто. Не выглядит ультрала закопанного такой шаплой. Это жесть вообще. Ну то есть три армора, а здесь две атаки всего. Они и так-то не бьют почти. Здесь либератор убивается, танчик не прикрыт. Здесь три танка есть, они по ультралам, конечно, стреляют, но они так просто с ними справятся. Либераторы где-то вообще не здесь. И они и четвёртую не прикрывают. Эвейзер наламывает по разным направлениям. Топ пытается драться. Микоза получает, Микоза жёсткий. Здесь либераторы пустое, место абсолютно пустое прикрывает. Но не успевает законтролить. Топ просто очевидно, что тяжеловатый. Следующая игра. Ждём инвайта, ждём точнее хоста и будем врываться. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ну что, с порочки пошли вы лейзера, топ летит дробчиком, 5 мариков минка, 6 марика не хватило походу, не вышел еще, не уродился еще пока, здесь у нас лаба на барак, перелетает, старпорт на реакт, пока вообще улетает, но в факте какой-то будет лаба, еще одна видимо делается, не знаю, странный дробчик от топа, в итоге ничего он не приносит ему, Ток медивак продаем от жилого лейзера, собственно, ну криптумара хоть повыбивать можно, что я делаю, сейчас топ минку можно окопать, чтобы так роста здесь было не забрать все это дело, оставил минку, топ мючка назад, отошел, Так, и топ решил, знаете, что топ решил, что что-то в биох плохо играется, сыграю-ка я, пожалуй, старпорты либератора ваншетт, а что, вариант хороший, Так, успелый лейзер тут сныкаться от минки, топчик танка мариками контролит, ну так, законтролил, лингов пожарил, немножечко нужно уходить, нужно третью ЦЦ-шку раскачивать, начинать, вот что-то топ наглеет, улетит и вот оборона идеальная, бункер запилил, танк оставил и все, развиваемся, Так, здесь либератор харасит летает Нужно складывать, улетать, 4 дрончика минус Банши строятся, нужно мув баншам заказ, уже стоп хочет пожестче расхарасить Так, здесь врыв идет, вот линги, пожалуйста, забегать, все, мариков отдал, один танк остался, ну а что здесь мариков две штуки Сейчас линги ворвутся и расхарасят топы просто, ну вот, вот, пожалуйста Это никакой не пинг, реально это никакой не пинг, зачем было вот так вот делать, сейчас подставляться, так, не понимаю Так, танк неплохо бомбить лингов начинает, но они уже 4 рабочих убили Ну танк хорошо здесь настрелял, 18 уже рыв отщелкал за эту игру Либератор висит, никуда не спешит, банши уже мув баншам делается сейчас Тут уже 2-2 пошли, у топ вообще граидов не делает пока, четвертый сэшка, но если играет, мех играешь, тут граиды хотя бы атаку воздушную делу, я не знаю Добавляется инфеста, банши летят вперед Ну их реально что-то маловато, 4 штучки пока Здесь у нас Либератор плюс танчики, Либераторы бомбят, все убивают, там какой-то хайф делается Ну что, 4 банши, здесь уже Микоз есть, ооо, здесь Микоз сейчас будет От Микоза можно пытаться увернуться Так, прилетают банши Питану, что нужно от Микоза, топ это прекрасно понимает Королеву забирает раз, королеву забирает два, со скоростью банши вообще врывает сейчас, посмотрите Инфестеров забирает, топчик сейчас Королеву забирает Есть еще Микоз, да, есть еще Микоза, на четвертую нужно врываться, четвертую разваливать, сейчас что топ и делает Ну видно, что пинк решает, то где мимо все летит Четвертую хату нужно убивать, да райкликни, да в хату Так, дроны едут, дроны отдаются, неприятно очень Там Ультралис Кевна, наконец, хоть армори добавил, где грейды-то хоть какие-нибудь вообще, грейдов никаких не делается Инфестеры плюс королевы подходят, нужно развалить королеву, нужно развалить инфестер Так, Микоз еще пошел, еще две банши долетают Не контролю топ против королевы, ну да, под оверсидом, давай в инфестер уйдем Давай лечь, ой, куда ты стреляешь? Блин, мисклики какие-то топ переконтроливают Так, все правильно докопались, пора по-русски научиться писать Разговаривает-то по-русски Влай, когда с нами разговаривает Полезный скилл, я тоже когда-то на транслите писал Но это было лет 10 назад, не умел Ну, потому что играл, как бы, не нужно было по-русски Потом подумал, че я, блин На транслите-то только умею Надо все уметь И в итоге нормально, сейчас одинаково пищу Может не супер быстро, но там 200 символов в минуту с лишним там могу бомбануть Так, раскладываются либераторы Раскладываются банши Плюс один делается, рейндж либератором делает 147 топа, здесь 170 лейзеров Вайпера, караптеры Ну а что толку от караптеров, на которых нет грейдов Ну здесь только вот дел бы топ реально сейчас нормально грейды на воздух У него вообще все замечательно было У него две арморы, делай грейды с двух Че ты тупишь-то вообще? Планетарочка на золоте Газ нужно на золоте выставлять Топ, интересно, я сейчас затеял такую Рубилову Так, планши на ламу Здесь руб еще подставляют, смотрите Еще бы грейд бы, да, как в компании На пробитие баншамбы Чтоб они сплэшем бомбили Так вообще бы было замечательно АПМчик можно посмотреть Топ, кстати, смотрите, 215 АПМ не такой уж большой АПМ у него Все равно блайн никто не банит Но напрягать его надо Так, банши залетают Там караптеры вперед полетели Баншей много Так, баншей много Они в пят хат сбревают Караптеры, вайперы возвращаются Хата падает, ну очень быстро Плюс один есть Да, на баншей 2-1 грейды заказано уже на воздух Нужно сваливать Инвиз врубать, да сваливать Ну все, под инвизом Мимо вайперов Пролетает Топ сейчас И лейзер видит Вот зачем здесь Либератор разложен Палит всю контору Знаете И лейзер ничего не видит Зато белую хрень от Либератора Видит, но он не понял Что происходит на самом деле Так, зеленка пошла Складываем Либераторов Складываем Что происходит-то Либераторы Либераторов Викингов Сложи, отбей Посмотрите Топ тупит Как он тупит сейчас Просто ничего не сложил Дал просто себе Убить СС На халя Вот наконец Складывает Либераторов Складывает Викингов Да всех сложи Там земли вообще нет Земля не врывается Отдается Либератор Отдается Викинги На ровном месте Зачем? Так, отходит назад Ну под Мариков Подвел Сейчас все Нормально Вроде как отбился Здесь Линги забегают Банши нужно развернуть Просто скорость Банши достаточно быстро Должны здесь Это все отбить На самом деле Танк прикрывается Танк Падает Линги Слишком грыжные Скан не кидает Хотя там юниты Закопаны Идет вперед И лейзер Но здесь Ой, не В лоб здесь Без шансов Что творишь Сразу же разваливаются У топа Гигантский запас По ресурсам Ну и что Нормально все у топа Здесь 18 Карапторов Там пошло Вайперы с энергии Сплит с элэзер 26 корабль Здесь 12 викингов И 11 либераторов Но либератор Это разложено В основном Все по земле И поэтому Может не втянуть Просто Воздушную атаку Сейчас Стоп Хотя Не посмотрите У него лимита Больше У него 200-170 Будет у лейзера Ломиться Вообще не понимаю Так Моряки отступают Под либераторов Банши залетают Раскарасили Весь верх Здесь Несколько Несколько Карапторов Оставлены Весь верх В смысле Хату верхнюю Самую Беля Карапторы Не при делах Просто Банши Сваливают Сейчас Грейды 3-2 Будет Там 1-0 Скоро Будет Так Топу Нужно Агрессивничать Как-то Уже Я так понимаю 7 вайперов Какого-то Вайперов Миллиард Ну Лейзер Начал Обузить И топу Нужно Это было Предусмотреть Он Начал Пин Обузить Он Понимает Что Там Тяжело Сплетануться Будет Оппонент Он Он Начинает Выперов Делать Зеленки Накидают Миллиард Принося Офигели Карапторы О Туреточком Зеленка Поливается Либераторы Викинги Едят Вперед Да возьмите Все Тут Одни Вайперы Ой Одни Карапторы Летают Топ Сидит Что-то Не берет Ну Что Тоже Какой-то Блин Боязненный Очень Игрок Так Хороший Сплэш Проходит От Либераторов Сзади Викинги Есть Викинги Неплохо Наваливают Ну Карапторы Улетают Было Бо Взял Бо Всех Либераторов Зачем Вот Они Здесь Разложены Здесь Банши Висят Здесь По земле ДПС Просто Миллиард Банши Возьми Всех Иди Воздух Выбей Нет Сидим Что-то Ждем Марики Ушли Куда Марики Просто Нулевые Вообще В этой Игре Бесполезно Их Нужно Через Аклик Сюда Послать Чтобы Кто-нибудь Растоптал Там Ультрал Какой-нибудь Блудный Гасты Пошли Гастов Топ Добавят Что-то Прям Еще С Гастами Вообще Смертоносная Такой Микс Вайперов Хочет Я так Понимаю За ИМП Вместе С Инфестор Пауретки Все Новое Вообще Пассивный Золото На 12 Вообще Все Выкачал Ну Кстати Даже Если Лезда Получает Свою половину Займет Топ И топ Свою Топ Будет Плюсик Потому что По размену Я так понимаю Да Он в плюсе Сейчас И Он высосал Базу Одну Нейтральную Зеленка По викингам Все Слетается Викинги Садятся Что происходит Все Садится На землю Но на Диплекс Зеленка Тоже Дельца На Апершоты По Корапторам Что-то Лезертопа Тут Развалил Правда Корапторов Туретками Очень жестко Летает Туретки С рейнджом Наваливают Что надо Что называется Да Сложи Либераторов Что-то За мертвяк Либераторами Развалит Корапторов Что он Делает Не понимаю 1-1 Просто Не может Корапторов Прогнать 2-2 Либераторами Что Что За Проблема Такая Для Топ Просто Не пойму Так Гасты Идут Вперед Гасты Нулевые Линги 3-3 Они сейчас Гастов Просто Хотя Гасты Бонусы Имеют Лингами Тяжело Но если Было Б много Они Без потерь Гастов Убили Сейчас Второй Армор Будет Основная Проблема Топ Топ Он Уже Давно Должен Выигрывать То Что Он Боится Воздух Убить А Бояться Нельзя Здесь Ни В коем Случа Его Воздух Сильнее Намного С такими Грэйдами Просто Намного Элементарно Нужен Фронт Как бы Не Такой Куча Собраться И Аклика Вот так Вот Расплетил Часть Ну Фронтик Просто Видишь Корапторов И Акликаешься Наломаешь И Все В чем Зерк Уйти Не Может Либераторы Больше Как бы Скорость Вид До Викинга По счетам Не Достать Будет Вайперами Ну Можно На Пофиг Через Армию Пытаться Пролететь Но Там И Сплэша Может Унести Там Много Моментов Произойти Так Заходят Линги Здесь Бодрые Марики С Нулями К ним Приходят Еще Марики С Залетает Караптер Очень Много Турет Либераторы Что-то Там Все Ну Они На Землю Сложены Против Ультралов Снайпер Шоты Пошли По Ультралам Очень Слабые Гасты Подходят Прям Под Ультралов Поддаются Караптер Под Туретками Уносит Вообще На Пофиг Все Сложились Либераторы Нужно Либо Одному Либератору Давай Честно Караптер Не Думаю Что Нужно Ну Топ Кстати Отбивается Еле-еле Лейзер Развалился Просто Новые Гасты Добавляются Плюс Караптеры Немножечко Мулы 13 Штук Прилет 14 Штук Прилетело На Третью Базу И Немножечко Повысилась Добыча Утира Надо 4 К Третью Третью Так 3-3 Грейды Делаются Третья Третья Армор Третья 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 Так, создаем игру. Всё-таки я был неправ в стиле топа, не то, что я был неправ, топ тоже мог, конечно, полететь вперёд и развалить, но у него просто суть стиля в другом, он вообще вперёд не летит, у него идёт выход гастов, и он постепенно выжирает просто всё, вот в чём его суть. Ну что? Здесь у нас хатка 17-я пошла, получается, какое у нас эстетика, ребят, сейчас я посмотрю просто. Так, сыграли у нас уже три, получается, пары, Happy, Strange, Serial победили, топ, ещё у нас после этого 4-3, у нас ещё играть и играть здесь на самом деле сегодня. Вот, ещё отборочные на HomeStory, но это позже будет. Привет всем на Твиче, матч в названии стрима, стараюсь вовремя переименовывать. Привет всем на Твиче. Продолжение следует... Так, здесь третью хатку собирает СЛС, ставит топчик, через рипера играет, сэшка ставится факта, марики пошли, может быть это опять будет что-то такое, топ понял, что можно так, например, играть, не знаю, пинг явно у него присутствует, поэтому он стиль так и изменил. Так, пытается риперу идти, рипер уходит, к третьей хатке заходит, видит третью, по третьей начинает стрелять, третья строится спокойно, абсолютно рипером нужно поаккуратнее быть, сейчас можно отдать просто спокойно. Так, марик вообще-то камни не пробивает, уже давно бы начал по камням стрелять, убил бы их просто-напросто. Здесь попытался рипером запрыгнуть, сюда не получилось попасться и назад не успел, пинг видимо зарешал, линги плюс королева сгрызли. Так, бункер депошка пошла, факта, старпорт, перед рук мариков с минкой будет, сейчас такая тема от топа, здесь добыча начинается вовсю. Что-то залагало все, что такое, топ залагал сам, печаль. Добавляем. Кажется, придется из репки начинать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому все нормально. Хорошо, что есть функция возврата из реплея. Так, ну все, возобновляется игра. Поехали! Топ против элэйзера 1-1. Счет у нас погнали. Прогрызает там элэйзер камни у себя, раскачивает экономику. У топа танк медивак. Тут будет пытаться, наверное, подхарасить как-то оппонента своего. Третья СС-шка. Хотя ХЗ тут третья СС-шка пошла. Но пока что именно топ собирается сделать непонятно. Ну что, танк 4 марика полетели в дропчик. Здесь 4 марика медивак сидят, они летают все везде. Пытается топ найти, куда бы ему тут ропнуться. Может камни имеет смысл пробить? Да, он это и собирается сейчас делать. А у лэйзера уже сверху камни уничтожены. Можно просто отбежать сверху. Топ-то этого, кстати, не видел. У него показывается, как будто здесь камни есть. А камней-то там уже, собственно говоря, и нет. Ток замечает, что камни отсутствуют. Здесь прям криптумор под танком был уничтожен. Ну и топ понимает, что ему здесь аккуратнее нужно быть. Два скана тратит просто, чтобы увидеть. Подведи ты медивак. Да и увидеть просто. Не надо. Я вот потратил один скан на крипт, другой вот этот, второй вообще в никуда скан был. 1-1 у лэйзера грейды. Там Роуч Ворон ставится. Четвертый у Хатт он уже ставит. Топу нужно улететь домой. У топа либератора сейчас. Маска еще у либератора. Слышишь, у самого, кстати, камня не пробита. Можно камни поделить. Через камни вырыв получат. Очень жестко. Неплохой залп от танка, но это не спасет. Топу, походу, дело. Или спасет. В сути, маленький. Здесь танк снизу прикрывает. Можно харасить маленький, не идти. Четвертый у Хатт. Руч под кучу. Не, ну танк здесь хорошо бомбит, конечно. Ну-ка, АЦЦшка не туда полетела. Эй, капитан ЦЦшки, возвращайся ты куда-то там. Задумался, улетел далеко, возвращается. Так, в это время два либератора на мэн. Посмотрите, как они и лейзеры бомбят сейчас, эти либераторы. И лейзер нагловато действовал. Ну, в каком плане? Он сейчас просто... Так, инфестор получает дэмэш. Королева заходит под либераторов. Очень опасно. Но тут спорка все разгоняет. Разберет не спорка бы, эти либераторы вообще бы забомбили. Но, кстати, топ сейчас нормально здесь, в принципе, действовал. Так, бараке у него есть. Но я вижу, что он опять собирается в воздух уходить, насколько я вижу. Потому что фьюжн-кор неспроста там делался. И наверняка это будет либо либератором раскладка, либо скорость бандшам. Второй фьюжн-кор. Видите, два-то. Ё-мо, вот у тебя стоит один. Топ невнимателен сейчас очень. И делает второй фьюжн-кор. Ему не нужно абсолютно. У него уже один есть. Так, сверху танк продолжает стрелять. Кстати, хату почти выбил, топ. Но в итоге танк потерял, не сконтролил. Ошибка. Банши строятся. Да заметь ты, что фьюжн-кор-то есть. Зачем тебе два? Ну, можно будет энергию и Ямато бутылкрузером сделать одновременно. Но не вариант пока. Так, фьюжн-кор готов. Заказано мы в бандшам. Сейчас топ поймет, что два я заказал. Ну, кстати, красный 45 хп вычинивать нужно тоже успевать. Это от пинга не зависит особо. Ну, как не зависит. С пингом тяжелее, но вычинить можно, если дома, тем более. Начинает копиться бандшина. В этот раз у Элезера экономика посерьезнее. Но Элезер, опять же, играет в ультралов. Посмотрите. Милишные грейды. Но понимаешь, что там, походу, воздух будет. Делая два спайра. Топ же игра. Вот, посмотрите. Масс-воздух. Газ есть. Но абсолютно он не делает просто сейчас грейды никакие. Опять же, ошибка. Вот бандши весь от камня. Можно пробить вот эти, эти. Сразу вот эту. Вот это золото занимать. И отсюда можно и Элезера прессовать бы было бы. Так, там к Араптеру уже пошли сейчас. Так, линги забегают. Либератор раскладывает, все перекрывает. Туретчики есть. Планетарочку сделать не мешать. Здесь планетарка есть, отрывы вычинила Либератора. Топ. Рейндж Либератором делается сейчас. Соседчики все новые и новые добавляются. И Элезер там тоже пока развивается. Лимит у Топа нормальный, в принципе. Есть танчик, можно привезти. Бандшами можно ворваться сейчас, попытаться. Кстати. Так, Бандш. Ну куда ты? Что ты такой? Так, Микос по Бандшам кидается, но... Так, Микос скончается. Все, Эллибератора не видит. Ничего. Планетарка... Так, точнее, Эллибератора, Караптера не видит. Планетарка падает. Ну вот так, Ультрал заходит, Либератор сюда прилетает. Все, все, перекрывает сейчас. Вообще всю, всю минеральную линию Топу. Ну и падает Ультрала. Да, 13 рабочек убили, но это особо ничего не дает. 135-44, лимиты практически равны. 4 базы у Топа добываются. То есть ситуация хорошая. Ну, Грейды он не делает, вот это ужасная ошибка. Там 1-1. Отставание по Грейдам, это полная печаль от Зерга в такой ситуации. Так, Банши улетают наверх сейчас. На дальнюю базу летят. Здесь порка есть. Так, опять Либератор раскладывает все, перекрывает. 3-3 уже делает и Лейзер. Зачем тебе наземные-то такие Топ? Вспомни ты, что Грейды такое слово есть. Что ты делаешь? Грейды нулевые, блин. Вот первая атака пошла, там уже второй армор на воззаказан. Неужели так мертво? Ну, можно играть 4 баз, не делая Грейды просто. Ну, ты же воздух играешь. Поначалу-то не хватает. В прошлой игре вовремя начал делать. Здесь просто запоздал невероятно как-то. В итоге по воздуху будет по Грейдам проигрывать. Это ужасно на самом деле. Здесь Грейтер Спайер делается. Что, Брудов хочет? Зачем и Лейзер в Грейтер Спайер? Да, видимо, Брудов решил добавить еще. Весь верх занимает Топ. Все базы, я имею в виду. Так, викинги вылетают. Банши не так много. Хотя есть банши. Баншами нужно лететь, харасить на самом деле. Молодец, Топ, кстати, Рейндж Туреткам. Делает Рейндж Туреткам, очень сильно решает. Здесь планетарки нет, в итоге напрягается. Это база, в очередной у нас 11 ксм-к минус. Что боевого лимита уток будет? Ну, караптеры камня зеленочкой залили, кстати. Обратите внимание. 1-1 так армор не делается на технику, а пора уже заказывать на самом деле. На мэне Туреток нету. Блин, ну в баншам не так-то просто и убить. Дуды прилетают, начинают атаковать. Хочет и лейзер выманить Топа на врыв на него. Ну, выманить сейчас, возможно. Так, викинги готовы. Калибераторов нужно тоже взять. Чего они висят? Так, банши верхние хатки начинают шатать. Так, где что-то прилетает, отдается. По-моему, банша была как раз-таки была. По вайперам снайпер-шотиса пытается Топчик. Пролучается по брудам. Ну, нужно ЕМП кинуть. ЕМП не кинул. Ничего не кинул вообще. Так, заходят ультралы. Ультралов нормально, либераторы бомбят сейчас. У вайперов есть энергия. Еще залетает вайпер. Зеленка пошла на викингов. Сплит от Топа хороший. Караптеров сколько? Караптер один всего лишь. С Караптерами справляется. С брудами справляется. Здесь либераторы живут. Еле-еле, но живут. Караптеров 15 штук еще заказано. Вайперов отпустил. Ну, е-мое. Мог вайперов на халяву бить, отпустил. Ну, хорошо, кстати, Топ отбивается. Здесь пока живет. Банши что-то пролетает прямо через хату. Разваливают и лейзеру ту же базу дальнюю. У него ресурсов нет. Лимит вообще одинаковый. 18 Караптеров заказано. Если Караптеров удастся сдержать сейчас Топу, то тогда, возможно, он и выиграет. Здесь Банша улетает. Одна единственная. Грейды Топ не делает. Там 2-2 в 1-1 будет. По грейдам Тиран проседает. Сейчас здесь Гаста же не добывается. Не по-моему, а где Гаста? Мулы накидано. Нужно базу новую занимать. И я бы на месте Топа вот сюда бы двигался, например. Но он вообще никуда пока не двигается, не спешит. Так, заходят Раучи. Мулы навещу просто уничтожены. Здесь тоже Линги заходят. Топ что-то какой-то тупёр сейчас полный делает вообще. КСМки приходят. КСМки приходят так, что Либератор не прикрывает. Да перекрой ты здесь вообще всё. Что-то летает зад-вперёд. Что происходит-то, Топщик? А вот, КС-2 Раучи начал убивать. По очереди всех Либератор просто разбирает сейчас. Ну, Линги пока Либератора убивают. Их уничтожают, Рабочих много. Здесь что-то всё висит. Грейды не делает. Здесь третий армор пошёл, Уэлэйзер. А Топ Грейды не делает вообще. Караптеры прилетают. Экономику сбивают. Топ вообще висит. Ну, абсолютно не до контроля. Кажется, микс такой, где контролить-то много, собственно, и не надо. Но в итоге и не хватает контроля даже здесь. Всё, полетели. Караптеры, точнее, Викинга и Либераторы вперёд полетели. Элэйзер сейчас зелёночку накинет. Зелёночка очень жёсткая пошла. Нужно Викингов вперёд выводить. Что Топа делает, кстати? Сейчас хватит Викингов. Да, хватает Викингов. Разбирает Элэйзера. Разбирает мясо, причём здесь. Но экономики у самого Топа очень мало. У Элэйзера есть Грейды 3-3 сейчас. Нужно не отпускать Брудов. Топ это понимает. Брудов не отпускает. Вайперов можно тоже было бы забрать на самом деле. Полетел Кот наверх. Гасты в Инвизии идут. Энергия сейчас кончится. Здесь пытаются Линго 3-3 рабочие сгрызть. Еле-еле сгрызли. Есть три танка, между прочим. Один Брудлорд начинает бомбить сейчас. Так, здесь ещё Топ залетает. Нужно сажать Викингов. Либо что-то делать ему вообще. Викинги садятся. Заходят там убивать. Сейчас они в спорке. Ну и Либераторы в это время погибнут, конечно же. Так, Хатку топ-минусует. Спорки топ-минусует. Караптеры вылетели. И что в итоге? Подземление, чем Викингов убить. Посмотрите. Топ ходит. Землю разбирать. Нужно здесь база последняя. Лейзеру добивать. Добивать добывающие базы. Танчик один, кстати, здесь пришёл в миксе. И лингами вот это выбить очень тяжело будет. Несмотря на то, что грейды всего 1-1. Викинги, ну, очень эффективно против лингов. Они как марики на стимпайке всё это разваливают. Правда, с зелёнкой, возможно, свайперовской нормально получится отбиться. Брудлорд один делается. На Брудлорд на минус 0. Всё, зелёночка пошла. Но Викинги всё равно справляются с лингами, насколько я вижу. Пытается топ выйти из зелёнки. Еле-еле всё убивает. 83-104 по лимиту. Линги всё новое-новое устроится. И Лейзер полностью вложился в этих лингов. Но у него одна база всё добывается. Пытается последнюю минуснуть. Бруда не получилось ничем минуснуть. Он начинает там спамить своих брудлингов. Потная каточка, это что называется, как это получается. Но Викинги падают. И без Викингов здесь, конечно, беда, печаль. Воздух, контроль полностью за Лейзером. Грейды 3-3. Здесь 1-1. Техника не грейжная. Гасты не грейжные. ЦЦшку вовремя не восстановил. Каче полугода что-то топ думал. Законтролился. Сейчас немножечко не хватило. Всё-таки Лейзер еле-еле. Еле-еле. Стопус, блядь. Ну, я так понимаю, топ на своём сервере играл. Так, три танка отдаются в ноль. Куда танцы поехали сейчас? Так, здесь Викинги летают. Викинги тоже будут забраны сейчас, естественно. Aquíachtер. Саша! Саша! Так, здесь гасты. Тут золото занимает топ. Офигеть, еще золото тут занял. Что у него вообще строится? Честно говоря, шанс его топа был бы до сих пор минимальный какой-то, если бы здесь было хотя бы 2-2 грейды, может 3-2. Здесь троечки все по земле, по воздуху, тут грейды отсутствуют. Хотя гастов, смотрите, гастов в топ накопил 13 штук, а снайпер-шотом-то пофиг на грейды. Если получится сдержать прессинг, то... Вруды летят вперед. Сканов, я так понял. Ё-моё, а сканов только оставил что-нибудь. Гасты в инвиз. Версира надо снайпернуть. Ну вот, смотрите, гасты 3-3 врудлинге, гастов просто изничтожают. Забегает Элэйзер. Есть у Версиры. Да, линги 3-3, все, здесь 3-3. Гэгэй, пишет круг. 2-1 Элэйзер. И мы переходим к следующей игре. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят Тиранвик делает прокси Тиранвик делает прокси в араке Кажется, это что-то... Что-то похожее на Ютермала Сейчас идет Здесь у нас марики факта Пошел в бункер у Аверса Понимает, что что-то тут не то Видит два рабочих И понимает, что здесь будет врыв какой-то Так, рипер прям в наглую прилетает от Тиранвика Сейчас Зачем он с КСМами дерется? У меня вопрос сейчас Так, чуть рипера не отдал Сейчас вообще может не отбиться в итоге Тиранвик Два газа у него, правда, здесь добывается Уже во всю Нужно с какого-то направления Непонятно, с кого вырываться На этой карте много направлений Откуда можно ворваться, соответственно Так, залетая через рампу Тиранвик Двух мариков минуснул Треть тоже минусует Еще один рипер прилетает Здесь гелиончик, правда, готов Ну вот, не за контроль от Тиранвика Отдает рипера на ровную месть Не надо отдавать рипер Два КСМа теряются Сейчас гелион попытается рипера забрать Забирает Аверс риперка Сейчас марик еще один вылет Вот, наотдавал в итоге Ну еще дальше Не надо так отдаваться Ни в коем случае Риперов должен скапливаться Кулактис Иначе беда, иначе провал Хотя пока что еще Ну хотя нет Если здесь Сиранвик дальше дем уже не нанесет У него ничего хорошего дальше не ожидает Он дальше не нанесет Здесь гелионы отбиваются Марики отбиваются Рабочих у Аверса больше Еще два барака дома Все это вообще масс рипера будут, что ли Здесь либерратор уже строится Сейчас один либератор может сюда прилететь И всю минеральную линию просто заблочить Кукурузы В кукурузы В кукурузы В кукурузы Иначе В кукурузы Сверху Либератор летит вперед Строится Викинг Здесь риперы продолжают мазиться Кстати говоря, у Теран Вика Но я думаю, что это обречено Все на провал Правда, Аверс с гелионами поехал Зачем-то вперед Куда ты едешь, Аверс? Что ты делаешь? Спрыгивают риперы Это минус гелион раз Ну, хоть два успели назад уехать И то хорошо Минеральная линия сейчас будет заоблочена Что Аверс и делает Прилетает Теран Вик, ублочит минеральную линию Начинает по рабочим наваливать сейчас Либератором В это время риперы прилетают на мейн к Аверсу Здесь Викинг, рабочие плюс гелионы Собираются отбиваться Под бункер Аверс уходит Минеральную линию заблочит Так, здесь нужно марика встроить Нужно раскладывать Перераскладывать Либератора нужно постоянно Гелиончиков две штуки Плюс рабочий все это под бункером Пытается вычинить Минеральная линия опять блочит с Аверсом Начинает стрелять Ну, кстати Тут такая ситуация складывается непонятная Вроде как А, ну тут Теран Вик не сможет просто ничего построить В общем проблема Можно залететь просто сзади Сейчас марики, правда, выйдут Начнут с Либератора Отбивать пытаться Ну, Теран Вик У Аверса запас по ресурсам скопился определенный Он на этот запас отстроил гелиончиков Несколько штучек еще Но рабочие одни остаются вообще без прикрытия В бункере всего два марика сидят Это полная печаль Здесь марики вышли отгонять Неужели Теран Вик еще выиграет По ходу дела здесь что ли Или что Так, тут Мариков Либератор раскладывается Раз Два марика минус КСМки минусуются тоже Ну и игра Просто лоу какой-то А не игра Сейчас бы вместо этой ЦЦшки 400 минералов бы Аверсу было бы все получше Конечно Сейчас Марик еще один выйдет Либератор будет отбит У него 6 хп Да, минус Либератор ГГ Все-таки Аверс умудрился Слить эту игру Каким-то чудом А мне казалось Что уже все здесь Ну никак не слить эту игру Ну что, ждем следующую Слить эту игру гранатами там закидал рабочий геленов конечно сейчас тиранвик очень жестко вот вам и вся ситуация лаверс говорит что там очень мало спал конечно некрасиво получилось очень долго он свою игру ждал не очень хорошо см готов см готов см готов СССР готов. СССР готов. СССР готов. СССР готов. Ну что, вторая игра. Тиран Вик СССР ставит вторую. Здесь тоже СССР ваверса. Начало одинаковое через риперов сейчас, соответственно. Оба дома сидят. Ну, парабам, все ровно. Кнопка на один лимит аверс отстает. А, Тиран Вик рабочего построил пораньше. Ну, это так. Буквально пару секунд. Игра приостановлена. Паузу аверс просит. Не знаю, что случилось. Ну, конечно же, мы подождем. Игра возобновлена. Все, игра возобновляется. Поехали. Пятая получается у нас. Бо-3 на сегодня это идет. Еще три впереди будет. Это там КАЗ, Кокос. Бистик, Бёрнинг, кстати говоря. Где, непонятно. Бистик стримил сегодня. А он Бёрнинг, ЯХЗ. Где вообще? Так, третий садчик у аверс. Медиваг с восьмимариками лел. Здесь танчик один остался. Второй строится. Здесь у нас циклон Викинг у Тиран Вика. И инженерочка. Боится каких-то врывов, видимо. Ну, с аверсом играя, который мех любит играть, очевидно, что могут быть врывы на самом деле. Хотя, я не знаю, бистик вообще сейчас присутствует или нет. Так, передроб от Тиран Вика. Ой-ой-ой. Как аверс рабочего сейчас начал выводить. Это что-то просто. Смотрите, насколько демидженый здесь КСМ-керси. Танк складывается. И Тиран Вика вообще не пытается фокусить КСМ. Это была печаль полная, на самом деле. Марики падают все. Викинга нужно сажать. Викинга сажает. Викингам там еле-еле что-то сделать. Мне сейчас минка еще один залп сделает. Это просто минус все рабочие могут быть. Минку выбивай. Аверс, если такой бабах будет. Бабик-бадабум. Бабах. Опять КСМ-керси. Мы кнули, но сейчас... Не был внимателен. Аверс выкинул мулов сейчас. Это была ошибка. Улучшение завершено. Танк! Так, 3 Сэшка полетела вниз сейчас. От Аверса. У Теренвика тоже вниз полетела. У Теренвика больше лимита. Викингами пытаются законтролить полететь. У Аверса 3 Викинга. Здесь тоже 3, но 3-то тут не вместе. Ё-моё, по очереди ловят сейчас Теренвик. Викингов оппонента своего. Аверс, что ты делаешь? Аверс, что ты делаешь? Контроль отсутствует. Ну, Аверс сонный какой-то. Можно сейчас было спокойно двух забирать. Просто Теренвик улетал, сваливал двумя Викингами кайте просто и всё. Ну, Аверс решил, ладно, не буду забирать. Пусть улетает. Но пока никого к катастрофу не произошло. Экономика более-менее. Факты есть, всё строится. Здесь выход пошёл. Опять же, Био Теренвиковская против Меха Аверса. Заходит Теренвик против Аверса. Забил своим танкер. Здесь два танка все чё-то поздновато рассиджились. Пытается пробить в лоб. Убивает просто в лоб сейчас Аверса, по-моему. Нет, Викинги хотя садятся. Месь с КСМ-кой может получше что-то сделать. Нет, ничего не получается. 102 на 74. Пишем, ВГ, выходим. Что называется. Всё, нам и отдаётся. Что там Аверс что-то пишет, что ли. У нас заказа нет. Похоже, да. Так, ну я так и понял, что там Аверс что-то пишет. Ну тут ничего не поделаешь. Со своей стороны, конечно, да, получилось так, что Аверсу пришлось ждать много. Но нужно быть готовым. Об этом все были предупреждены, во-первых. Плюс перенос, очевидно. Очевидно, что такое может быть. Ну и нужно быть в нормальном состоянии. Нужно ответственно к турнирам относиться, естественно. Я всегда раньше тоже на этом прогорал. Чё-нибудь день затусовался. Потом бах, как бы готовился, готовился. В итоге из-за своего безответственного отношения, как бы, вся подготовка на смарку в итоге. Потому что в самый нужный день, как бы, плане-то там что-нибудь свалил. Ну что, дальше мы что там у нас остаётся-то. Блайку, указ Кокос, Бистик, Блэк, Тэмпла. И чё там за хрень вылезло? Блэк, Тэмплэк. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну будем искать сейчас кого-нибудь еще Ну ладно, в следующую, я думаю, на следующую Бобролигу продумаем другую систему проведения Скорее всего с группами, возможно, потому что тут сетка как-то много косяков Сетка тем более большая на 16 человек, когда тут как-то тяжеловато получается Либо надо с лузерами делать, либо что-то еще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, крадок! Все, бистик уже пропал на самом деле, бистика не будет по ходу дела ДимаTorzok 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 Так, короче, бистика нет Сейчас еще что-то пока5 игроки пропали куда-то всем Возможно, мы Теранвик против Стрэнджи сейчас сыграем Продолжаем. 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 Ну что, отлично, матч 1-4 у нас будет сейчас. Стрэндж против Тиран Вика. Кто-то из них уже будет на завтра свободен, поэтому я думаю, они не против сыграть будут. Так что отлично. Ну что же, может быть что-то еще успеем из 1-4 провести. Кокоса пока нет, просто касс есть, кокоса нет. Бистик пропал, с Бистиком завтра придется играть. Бистик не виноват, что Black Templar поздно пришел. Он был онлайн, когда эти пары должны, по идее, были играть. Вот. Ну, посмотрим сейчас, в общем-то, посмотрим по обстоятельствам, как дальше складываться будут у нас все эти тайминги, там все дела. Ну что, сейчас отпишут карты, в общем-то, ребята, и мы создадим игру. Пока, я надеюсь, кто-то там еще найдется, касс так. А, вон кокос есть, касс. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дживодан на пятишечку увеличивает призовой. Спасибо дживоданчику. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, сумеречные башни, первая карта, создаю с модом. Так, нет, короче, переименовываем, не то я сейчас запилил в итоге, получается. Ну, раз решил на каждый матч название менять, значит, надо будет менять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На одну пару больше будет завтра играть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ребят Туреточки минеральной линии Третья ЦСшечка у касса Поперла Сейчас стимпак пойдет Я тут с Пашей пока переписывался Нужно решить, а завтра вообще начинать Во сколько времени, не знаю, во сколько там Квалификация кончится Хомс Турикапа Посмотрим сегодня, сколько она пойдет Вообще Кстати, я не знаю, сколько там проходит Если там много игроков проходит Я думаю, что не так уж долго Она там пойдет, на самом деле Вот это квалификация на Хомс Турикап Так что все будет нормально Бустится Третья нефть, сейчас уже с трех Нюкс Кокос строит рабочих Что могу сказать по поводу этой пары Касс старый боец Очень сильный игрок Титулованный Вот, как-то недавно на стриме подгорело Я уже приносил извинения кассу вообще И зрителям, что, ну, бомбануло маленечко У меня, конечно, бывает такое на ФП Вот, на самом деле, конечно же, касс Серьезный игрок в прошлом Вот, но сейчас некоторое время Была у него пауза Не тренился, восстанавливает форму Как и Димага А Кокос достаточно новый игрок И когда-то он был слаб А сейчас очень сильно приподнялся На самом деле форма очень хорошая То есть он очень неплохо отыгрывал Последние разы я видел Надеюсь, что так и будет дальше Ну что, Феникс и Кокоса Вот поэтому, собственно, и интрига здесь Но это не значит, что касс, например, Кокос не может отыграть Везде газы здесь пошли Пилончик пошел за вторым За третьим Никтусом Здесь у нас адептик от Кокоса заходит Но он не стал телепортироваться Здесь просто, ну, в стиле газа Здесь такая толпища стоит Блин, сейчас давка начнется на этой рамке Просто я не знаю Паузу Кокос, брусь, не знаю, что случилось Игра возобновлена Так, темпач, с касс выходит Адептика забирает Адеп никуда не может деться Уже бил, ну, очень много идет Вперед, два медивак Сейчас еще два вылетят Один-один у Кокоса Сейчас будут готовы грейды Два роба ставятся Гиты ставятся Гитов, четыре штучки Патонок добавляет Еще один пилончик Плюс гиты на мэнь Шесть гитов одновременно строятся В данный момент три работают И фениксы Все, один-один грейды готовы Имморталов Кокос заказывает Но касс сейчас может реально зайти И на оклике Кокоса убить У него ничего сейчас нет, что подбиться Вообще ничего Верчажи восстанавливают Выставляются три штуки Но что могут три центри Плюс один адеп вообще сделать Приходит касс На стимпаке, на холди Здесь просто начинает разваливать Кажется проблема у Кокоса здесь Но касс что-то на муве Начал очень много двигаться сейчас Фениксы поднимают имморталов И Кокос тут еле-еле Но с новым доварпом Как гиты открылись Отбиваются Смотрите у Касса какое макро сейчас Просто он тут четвертую ццшечку Уже ставит Лимита у него реально много Но по грейдам сейчас Хотя 2-2 Кокоса Вот только-только 2-2 заказал В принципе для Кокоса Еще и гравильная ситуация получается То есть у него ресурсов много Сейчас пару варпов Он по лимиту сравняется Но врыв он допустил Сейчас очень опасный Мог бы просто проиграть Если бы чуть-чуть Касса посильнее был врыв Еще прирост бы здесь был Но вот смотрите Полетело шатание Сейчас дропчик на мэн От Касса заходит Как вот вынужден сюда врываться Отбиваться Минки стреляют Залпы делают Нужно их как-то обнаруживать Сейчас с помощью Обсервера нужен обязательно Понятно, что с помощью обсервера Но обсервера пока нету Здесь врыв идет на вторую базу До варпов адепта сталкеров идет Минка копается Минку не успевает Кокос забрать сейчас Чтобы она не закопалась Залп не сделала Но здесь есть зато оверчар Здесь есть мазерфор Вроде как отбивается И здесь сдерживает прессинг Вылетает обсервер Минки отбиты Но здесь минки делают залпы новые Еще минус рабочие Минка это не успеет закопаться Старая пытаться куда-то уйти Кокос везде их разваливает Фотоночка добавляет Здесь нужно энергоснабжение Яйтов устанавливать Пилон нужен и здесь Потому что вот этот гейт С этого билона Я так понимаю Не подключится сейчас Ну и ситуация стабилизировалась В плюс кокосу То что 2.2 будет у касса 2.2 Даже еще и И в перспективе нет Потому что армори Вот только он заказал Я армори как раз пытаюсь Выискать Ее нету Можно через здание Искать ее конечно Было бы Но я решил визуально найти Вот Так и морталу Кокос снова не устроится Блинк сейчас будет готов Гейт Да вот нужен пилон Как я говорил Восстанавливается пилон Гейт Сейчас начнет добываться Здесь у нас феникса Стоят 4 маленькие Можно разобрать их в легкую Что кокос здесь Не понимаю Не хочет их разобрать Касс рядом находится По грейдам Проседание будет Безусловно Сейчас у касса Феникса смещаются Дропы ловить Нужен какой-то штор Наверное к кокосу Чтобы поувереннее смотреться Но он делает робо-б Видимо это будет Дестабилизатор Но если привык Дестабилизаторами контролить Стрелять умеешь То нужно их конечно же И запиливать Так Здесь марик пробку убивает Назойливый Такой марик Пробку развалил Но беднягу Вообще раздавило сейчас И моркла выстрелом И еще чем-то там И А нет Это не из-за стабилизатора Это колосса От кокоса Колосса Но Колосса колоссами Но Где же Где же вообще Грейды Где 3-3 вообще Колосс Кажется Кокос понял Что касса что-то многовато Здесь явно ходит А кажется Реально много здесь ходит 25 мародеров 39 мариков Здесь просто Т Наркотики уходят Просто я не знаю Тонами Здесь реально И ДПС Просто колоссальную Эту армию ХП снимается Просто невероятное количество Кстати за один стим Прикиньте Мариков 45 Это просто По 10 хп 450 хп Только с мариков За стим А с мародеров Сколько кстати за стим Снимается Я уже не помню Ну больше Тем 10 Хорошие филды От кокос С иммортлами С колоссами Бой принимает Разваливает Минка Действительно Нужно минку выбить Минка стрелять Не успевать Здесь фениксы Прилетели Что-то через мариков Но отдавались Какая-то нидзи Нычка интересная От кокоса Сейчас ставятся Колоссы Кстати говоря Толдоримские По-моему Или что это Они датолдоримские Колоссы Скин стоит Даркшайны Архива Темфаров Будет Скоро Шторм 3-3 делаются 3-3 Обязательно Пробустить Не мешало Потому что Бустятся Сейчас здания Бесполезные Хотя нет Троба полезная Но вот Троба бы И точно Не стоит Бустить Так Касса Обнаруживает Нексус Дальний У кокоса Кокос Залетает Минка Просто Побах По фениксам Делает Фениксы Падают Четырьмя Колоссами Уже На лом Идет Нет С тремя Но сейчас Один Еще Придет Так Минка Догорела Здесь Забегает Касс Зачем Кокос Нексус Достроил Для меня Это Загадка Вперед Не идет Видимо 3-3 Решил Подождать У касса 2-2 Доделывают Грейды Сейчас Нексус Он отменяет Кокос Смещается Вниз Семи Юнитами Своими Адепты Сталкеры Эмморталы Колосса Ну такой Рейнджовый Микс В принципе Сильный Очень Но Опасно На тирана В лоб Конечно Заходить Армия Еще Не соединена Тимбуд Так Пошел Замес Не решается Кокос Вперед Либератор Либератор Здесь Подблинк Подлибераторов Один Минус Сейчас Емп В молоко Пошло Здесь Кокос Вообще Не видит Что указ Уже ССшки Новостроился И Что-то Он бегает Долго Тянет Время Ну Сейчас Грейды Наверное Ждет Через 10 Секунд Уже Будут Готовы Даже Без Бустов Доделаются Видят ССшку Нужно Заходить Наверх Заходят Все-таки Наверх Кокос На ровном месте Фу-ту-реточку А Сервера Конечно На ровном месте Кокос Теряет Викинги Идут Вперед Либераторов Собирать Ну Там Посмотрите Сколько Не Викинги Феникс Посмотрите Сколько Там Либераторы Остались В итоге Мортлы Колоссы Танкуют Кокос Разбирает Касса По лимиту В плюсе Грейды Начинает Решать Как-то Вроде Сумбурно Реально Мне показалось Сумбурно Брался Протс Ну И так И было В какой-то Монент Поначалу Он принял Бой Но Потом В конце Все-таки Законтролил Нормально Колоссов Развел Либераторы Викинги Упали Либераторы Дэмэдж Только Сейчас Замечаю Где До заказ Миша Весь был До заказ Отсутствовал Просто Пятый Нексус Кокос Тает В итоге С такой Экономикой Касс Еще Может Здесь Развалиться Отблинкивается Кокос Контроль Демонстрирует Хороший Хотя По М124 Всего лишь Так Нужно ли Планетарку Бомбить Сейчас Кокос Почему Не зайти На рамку На хайграунд Касс Сейчас Был Так Кокос Почти Упал Но почти Не считается Будет На хайграунд Кокос Заходить Да Должен Заходить Касс Кстати 3-3 Делается Если Отпустить Сейчас На самом Деле Все Шансы Есть На победу Еще Кокос Решил Что Надо Отступить Отступает И что Момяков Довар Хороший Штормы Уже Сейчас Минка Делает Залп Колосс У него Мало ХП Было Колосс Аж Подкосило Какой Эффективный Залп Ну что Пытается В темпе В кокос Выйти Будет ли Касс Вперед Выходить У него 200 Сейчас Уже СС Восстанавливаются Сейчас Шторма Очень Много Что По Гастам У Касс 2 Есть Третий Строится И Мп Это Мягко Говоря Маловато Здесь На Такое Количество Штормовиков Правда Они Все В кучу Ходят Единственное Так Сталкер Выманивает Залп Минки Отблинкивается Назад Минка Выбивается Касс Идет Кокос Вперед Здесь Еще Одна Минка Куда Ты Пошел Зачем Туда Так Штормы По Био Штормы По Викингам По Либераторам Штормов Чуть Не Наблюдаю Кокос На Развороте Решил Подраться Викинги Падают Либератор Раскладывают Все Либераторов Реально Много Кокос Испугался То ли Вперед То ли Назад Ити Сам Не Понял Отступает Назад В итоге Касс Еще После Такого Начала Разруливает Этот Баттл Ходит Штормовик Кстати Сейчас У него Через Четыре Энергии Будет Семьдесят Пять Можно Кинуть Будет Шторм У Кокоса Уже Пятый Некто Двадцать Семь Четыре Пробки То есть Парабам Все В порядке Добыча Есть Вот Отсюда Нужно Переводить Тупик Не Переводит Вон Сюда Перевел Продолжение следует Так Кас сам Куда-то Выдвигается Но Кас Думал Что Здесь Нексус Просто Есть А Он Отсутствует Как раз Так В том Направлении Кас Желода На Халяву Сосать Начинает Здесь База Восстановился По центру Ходит Хорошо Грейды Воздух Один Один Сейчас Погодите Почему Дальше Не делает Завтыкал Видимо Кас Просто Кокос Поля Уже Первый Сдел Три Три Сколько Теймстер Две Штук Сейчас Четыре Будет Кас Заходит Кокос Сейчас Стоит На Месте Ну Что Чего Сейчас Делать Позиция Потеряна Нексус Минус Рабочих Просто Разбомбят Здесь Либераторов Смотрите Какие Просто Лазеры Сплошные Имба Раскладываются Либераторы Просто Кокос Всю Экономику Теряет Всю Из-за Того Что Потерял Сейчас На Ровном Месте Падает Нексус Этот Тоже Сейчас Упадет Просто Посмотрите Ну Это Называется Не надо В носу Ковыряться Стоять На Одном Месте А Север Нет Иллюзии Не Запускаются В Центр Ну Два Сталкера Поставь Видеть Нужно Я Сам Постоянно Проигну Я Что Там Лада Начал Играть Я Так Проигрываю Приходит Тиран Раскладывает Либератора Все Его Не Убить Потом Просто Не Убить Но Если Ты В Центре На Муве Слове Штормы Накидаешь Это Совершенно Другая Битва Совершенно Другой Расклад Восстанавливает Кокос Там База Своя Кас Пытается Улететь Все Что Сейчас Может Сделать Кокос Это Пойти Атаковать Кас Все Он Ничего Больше Никакой Возможности Не Боевой Лимит А Экономика Отсутствует Ему Нужно Идти Атаковать Сидеть Просто Нет Смысла Никакого Пока Это Армия Сильна Все Здоров Окей Кстати Говоря Я Здесь Среди Теней Теней Так, раскладываются Либераторы Пытается Кокос найти уязвимое место Но тут тяжело очень найти уязвимое место У кассы, вот в чем проблема Ну, касс уже викингами Начинает контролить, попробуй разбери Называется, ну можно вниз зайти Там-то планетарки тоже есть Зелки подходят, новые темписты летят Кокос восстановил хоть на одном негусе добычу Но 20 рабочих, что это такое 20 рабочих добыча Это ни о чем, ребята Так, темписты стреляют, нужно принимать бой Как можно быстрее кокос Касс успевает разложиться Все, Сенсор Тауэр выбит сейчас И, кстати, Сенсор Тауэр давал очень важную информацию На самом деле, кокосику Здесь планетар пытается касс вышнить Отвел сталкеров Потерял темписта, потерял колосса Сейчас на ровном месте Принять бой, ну, никак не может Нужно смещаться, как наверх Сенсор Тауэр Сенсор Тауэр Сенсор Тауэр Так, ну что, касс опять же Ну, после той ошибки кокоса Ему я говорил, уже тяжело будет оправиться В итоге он не может нормально проатаковать Касс обороняется хорошо И кажется, что, ну, под планетарку Лезть точно сейчас бессмысленно Абсолютно здесь кокоса Он понимает Здесь в этой позиции он развалится На самом деле, в план Причем Можно даже отдалить Посмотреть позиционную войну Под блинк от кокоса идет Заходит через либератора вперед Неужели на халяву так развалит Сейчас касса Но либераторов убил А био-то кто убивать будет? Био будет сталкера убивать Кокос идет вперед с сталкерами Пытается убить Здесь один иммортал остался буквально Так, минус мегива, кстати Кокос тут еще, посмотрите Зубы показывает, но Так, либератора иммортала сейчас заберут Иммортал уходит Поля врубил, живет Пока живет Касса очень много Либеров дома тут разложено Ну, кстати, сталкера и либераторов Могут наказать Нужно единственное, что как-то Кокосу не по баракам стрелять А выбивать экономику кассы Касса уходит под планетарку Под планетаркой это все уже не разобрать Долго кокос собрал Вот сюда надо назад было развернуться На самом деле Так, долго кокос, конечно, будет Резину тянет Био касса строил Либераторы там дома строились Забегает био Либераторы раскладываются Сталкеры попадают на Либераторов И, к сожалению, кокосу не хватает Еще 30 на 117 Все-таки 1-0 в пользу кассов Взаимных чередах ошибок Но последние ужасные ошибки Были со стороны кокоса Это потерянная позиция И потеря всех баз Так, руины Эндиона Карта следующая Продолжение следует... Все, поехали игру Поехали дальше Стартуем игру, я хотел сказать Поехали игру Так, Киеву тоже Модруку даю Давно хотел Раз, а вазу дал Только не жестите Главное, что Если будут какие-то жалобы Просто так не баньте Придется Придется Раз это Как его там Разжаловать Ну что, ребят Депошечка Указ на проводе Пошла Кокос гид Карта руины Эндиона У нас интересная карта Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Каса уводит КСМ Посмотрите, она, кстати, уже не жилец Почему? На любом повороте Пробка ее настигнет Скорее всего Кас так аккуратненько Медленно поворачивает Но вот здесь Вот какой-то резкий поворот Оп! Новый поворот Хотя, вроде как Уходит Кас По направлению В дом, кстати Ушел мой отец Миша Хитрый Не сталкая Сэмку Тереть Сейчас Марик Прикроет Вообще-то на отступление Не сможет Пробка ее убить Абсолютно очевидно Я еще пробку Кокос может потерять Если... Нет, Кокос Правильно отвел Сейчас Старгейт Ставит Кокос Сранивающий Старгейт До... Так Сталкер Сталкер Варфа Старгейт То есть на самый первый газ Готов Сталкер Точка сбора Говорит кривая Ну тут Слава Богу Все не застроено А то если бы Здесь здания были Сталкер бы тусовался В загоне бы просто В зоопарке Для сталкеров Вот Нексус Кокос Собирается Здесь уже почти готова СС-шка Ну, кстати Оракул будет ранее Но фокад уже готов Минку Кас Может закопать Минеральную линию И все Ну что, Сталкер прибегает Сейчас будет отвлекать Минка у Кас строится Сталкер тут бомбить Начинает Мариков понемножечку Да не надо одного Надо разных Чтобы Оракул прилетел С удара Вжик-вы-вжик Например Но если Оракул прилетит сюда Даже на 7 мариков Которых с удара Можно будет убить Он их не убьет Там ДПС слишком большой будет Куда минка пошла Минка копается В минеральную линию И сейчас прямо Кокос залетает Кас успевает закопаться Как же вовремя Эта минка закопала здесь В итоге Оракул тут особо Ничего вообще не наубивает Хотя Кас Немножечко косящит С контролем Так Оракул улетает низко СМ-ку еще принимает Кос Ну, 3 рабочих убил Хоть что-то убил Называется это 6 рабочих убил Ну, 6 уже куда не шло По рабочим плюсе Здесь еще сталкли Пришли с бункера рабочего Сняли Привет, ребят, всем Гуденавт пришел Кокос против Кас Бьется у нас Предпоследняя, я так понимаю На сегодня игра Сегодня будет еще Тиранвик против Стрэнджа Одна четвертая Так, еще один Оракул Да, второй Оракул залетел Но второй Оракул не развалил Но на второй базе Зато Кокос на разваливаю Сейчас 8 10 Рабочих минус уже 11 12 КСМ Касу минуснул Это уже серьезный Дэмэдж очень Но Кас в это время Контор-дроп Летит Марик и Минки А, и Флитбиком Ну, Кокос решил Что почему бы Не отыграть Темпистов Там, где можно Отыграть Темпистов Где они реально Сильны слишком Так, врывается Кас Сталкеры возвращаются Домой И все А как Минку-то отбивать Нечем Минку убивать Только Ревелейшн Кидать В ближайшем будущем Мазеркор вышел И получил Просто предупреждение Таким образом Что у него 5 КП Осталось в итоге Ревелейшн Обязательно Сейчас против Минки Мазеркор Куда летит Кас Кокос Кас Кокос Что ты делаешь Кокос Что ты делаешь Кас Первый Строится Видел Кас Что происходит Нет Он не видел Что происходит Здесь Ну и учитывая Такой дэмэдж Вначале Полученный От Оракулов Кас И очень тяжело Ему будет Отбить Вот это все Делать У него Нет возможности Делать Стимпак Одновременно А ему Нужно И стимпак Делать Чтобы по земле Побеждать Прокса Все время И желательно Ему делать Уже Масс Викингов Чтобы принимать Темпистов А их нет Так Прошу прощения Счет я чуть не выставил Да Кас 1-0 Ведет Первый Темпист готов Второй Строится На треть Пока не хватает Ресурсов Плюс 1 На Оз Заказано Правильное решение Ну Кокос Не полетит Сразу Вперед Темпистами Он чуть-чуть Подождет Здесь Пролетает Кокос Увидел Кас Кстати С Ксилнаги Сталкером Выходит Собирается Принимать Так Ну Минки На мейн Пролетает Уверчаш Ну Что ты Кокос Так Выводится Пробки Раз Два Ну Кас Переконтролил Не будь Дураком Хорошо Бомбанула Минка Сколько Она там Убила Не могу Выбрать 11 пробок Минус По-моему Она Штук Штук 7 Пробок Убила Если Не больше Так Ну Темпи Сейчас Будут Готовы Экономику Просто Прилетели Две Минки Пол Экономикой Просто Не Пол Четверть Экономикой Убили Сейчас Если Быть Точным Темпи Летят Вперед Оракул Мне Нужна Ревелейшн Обязательно Кидать У Кас Тут Марики Стоят Летают Темпи 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 Циклона Надо Минусовать А не Мариков Ну Мариков Решил Побомбить Кокос Немножечко Кас Видит Темпи Темпи А что Он Может Сделать Да Ничего Он Не Может Сделать Кас Не Знаю Как Отреагировать Оракулы Где-то Сзади Оракулы Нужны Здесь Ревелейшн Нужно Кидать Были Марики Со Стимом Вот Такие Врывы Темпистами Так Далеко Могли Быть Зарешать Очень Жестко Но Марики Бес Вот Сейчас Темпи Просто Не Ушли Здесь Оракулы Просто Тич Начинают Наваливать Сейчас Рабочим Очень Жестко В итоге Кидает Ревелейшн Нужно Сваливать Причем Желательно Просто Улететь Оракул Чтобы Он Не Погиб И Все Здесь Темписты Продолжают Навалить Нужно Убить Циклона Как вы Поняли Циклон Был Уничтожен Ревелейшн По Жданиям Хорошо Работает Стимпак Отменяет Кост Пятый Темпист Прилетает Похоже На 1-1 Слишком Плюсик По лимиту Кокос Щиты Тоже Падают Марики Без Стима Без Щитов Будет Оракула Влетает Нужно Темпистам Прилетать Помогать Здесь Нужно Бастарпор Сбивать Кокос Не то Сейчас Атакует Да Предстройки В те Собьет Сейчас Касс Идет Вперед Кокос Видит Оракула Сейчас Можно Отдать Не отдавай Оракула Не отдает Оракула Кокос Здесь Сталкер Ключик Есть Ну тут Осада Просто С орбиты С орбиты Ну не может Тиран Что делать Угроза С орбиты Ребята Флот Процессов На орбите Он бомбит Он выжигает Кокос Кот Улетает Зачем Кокос Ты улетаешь Старпортов Касс Очень много Добавляет Пытается Викингов Сейчас Как можно Больше Отстроить Здесь Медивак Теряется Темпист Один Начинает Наваливать Остальные Где-то Все сзади Летают Достаточно По земле Что подбиться Нахрена Сюда Темписты Вообще Летят Возвращаются Назад В итоге Сейчас Расплетят Всю армию Кокос И Темпистов На халяву Ему Касс Загромит К примеру Так Здесь Камни Продревают Темписты Летят Вперед Нужен Ревелейшн Срочный Залетает Кокос Рабочих Начинает Разваливать Нужно Туретку Убить Что-то Нужно Убивать Всеми Темпистами В одного Рабочего Стрелять Как-то Невыгодно Туретку Пытается Касс Вычинить Для Пошки Кокос Начинает Разваливать Так Ревелейшн По Викингам Пошел Викинги Спалят Других Викингов Сейчас Поймет Кокос Здесь Слишком Много Викингов У Касс И они Уже Идут Вперед Эти Викинги Нужно На развороте Боя Принимать Нужно На них Ревелейшн Еще Один Сейчас Темпестов Ревелейшн Пошел Не сплититера А отводить Дэмэдженных Назад В итоге Кокос Целенаправленно Викингов Сейчас Мамю Сейчас Через атаку Можно Здесь Касс Врывается Два Оверчаржа Сталкера Врыв Абсолютно Здесь Не удается Адептов Давай Плевает Кокос Этого Вполне Достаточно Чтоб Все Здесь Отбить В легкую Провку Ну А Темпестов Достаточно Чтоб Убить Касс Влог Правда Вот так Вот Нельзя Сплетиться ГГ Кас Пишет Третью Карту Создаем Ну Что Подзабузил Немножко Подзабузил Третья У нас Что За Карта Кархал Резня На Кархале Кархал Так, все, все готовы, поехали. Так, все готовы, поехали. Так, все готовы, поехали. Так, все готовы, поехали. Так, все готовы. Так, все готовы, поехали. Так, все готовы, поехали. Очень тяжело будет противостоять этому. Так. Так, под камни не попал Кокос, но Мариков продемиджили. Здесь гейт пойдет. Короче говоря, Касс не понимает, что происходит. У Касса была сверхпоздняя разведка, поэтому он при всем желании ЦСшку просто не успел увидеть. Бы, не успел бы. Второй мурт устроится, а все... Куда ты, Кокос, зачем ты, что ты делаешь? Зачем? Вот сталкерами сюда идем, и все, вообще не понимаем, что он сейчас творит. Ему нужно просто ворваться, нормально. Мазеркор дома есть, то есть против минок можно будет оверчажей на статье. В общем, четыре пилона, посмотрите, как по периметру выставлено сейчас. Все выходит наверх. С Ксилнаги, видно, минка была, Касса, кстати, закопанная. Так, давар, сталкерок пошел. Нужно... Вот неправильный микс у Кокоса. Обязательно при иммортал куша должны быть СН-3, и... Оп, как идеально дробщик Касса прилетает, Кокос его разваливает. Заходит через камни. По лимиту 9 против 25 в пользу Касса. Камни упадут просто моментально. Апсерер сейчас будет готов, есть циклон. Пилон нужно вовремя ставить в таком видном месте, чтобы противник не был готов. Естественно, исполнение должно быть на уровне соответствующим таких кушей. Так, пошел врыв, имморталы хорошо атакуют рабочих. Попытка фокуснуть циклона удачно. Гвардиан шилд рублен, моряки абсолютно бесполезны против такого врыва. 2-1 Кокос, ребята. Либератор падает, ГГ пишет Касс. Хорошо получилось, очень хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 мышек. Так, реактор на бараке, через рипера играет Фукакос. Тиранвик летит вперёд. Ну что, мазеркор готов, тайминг идеальный, рипера отгоняет. Ну что, рипер вот сныкался здесь, пробуха начинает разваливать на халяву. Всё, адепт может рипера минуснуть, кстати говоря. Минусует Стрэндж Рипера, в итоге очень хорошо. Отыграл. Сейчас рипером поймал. Рипера, точнее, адептом поймал. Так, пошёл Грейт. Я думал, что другой Грейт странно любит обычно по-другому делать. Попробуем. Минус. Так, здесь 3-я сэшечка готова, добыча вовсю идет, циклончик делает сейчас Стеренвик. Старпорт пока нет. Стрэндж открывает гейты и выходит уже Нексу ставит. Ну что, пилончик минеральной линии. Угу. Короче, без плюс 1 возможен врыв сейчас на мейн к Кокосу. Ой, к Теренвику сейчас. Делается адепт, но скорость таки... Так, сталкеры идут вперед. Сталкеры-то очень интересно, конечно. Минусуется моряк сейчас. И видит, странно, что у Теренвика особо-то ничего, собственно говоря, здесь нету. Хотя 14 моряков, 2 мародера, 2 циклона. Там один из сталкеров, но с темпак-то еще не готов. Стрэндж прекрасно понимает. Прилетает призма, раскладывается. Да, варп сталкеров еще идет. Сплитится здесь юнит. И нужно аккуратнее. Сейчас нужен идеальный блин контроля. Можно вообще, ну не убить в лоб, но дэмэдж очень большой. Так. Сталкеров очень хорошо Стрэндж контролит сейчас. Ну очень хорошо. Моряк падает, циклоны падают сейчас. Ну и все, переконтролил Стрэндж по лимиту в плюсе. Посмотрите, потери просто сейчас какие. Потери просто замечательные для Стрэнджа сейчас. До варп еще адепт идет иллюзии. Нужно запускать вперед. Здесь Стрэндж просто танкует. Ну нужно циклонами уснуть. КСМ-ки Стрэндж разбирает. Сейчас неплохо, конечно, разбирает, но нужно законтролить здесь все-таки как-то. Стимпак еще не готов. Отходит Стрэндж. Все, через 6 секунд будет готов Стима. Со Стимпаком уже можно и драться. С Тиран Виком большой боевой лимит. Стрэндж доварпливает адептиков еще. Гейтов 4 штуки заказывает. Но вот если бы в этом пушу он одновременно успел и гейты добавить, он бы смог вообще в лоб сейчас. То есть он бы варпал по 7 адептов сейчас, и скорее всего Тиран Вика в лоб бы мог убивать. Но так как гейты он не успел добавить прямо в куша, в итоге придется харазить, летать, как-то тут что-то делать. Так, доварп еще адептиков идет. Тиран Вик забегает на мейн. Странч его пытается развести, соответственно, сейчас. Призма прямо через туретку улетает, но никуда она не уйдет уже в итоге. Минус Призма. На второй базе адепты пришли, наваливают. Хорошо, рабочим. 40-64. Парабам в итоге. Тиран Вик выходит. Выходит своим био. Ой-ой-ой, Стрэндж Иммортал приводит сейчас. Минус Иммортал. Отошел Тиран Вик. Не заметил Имморталу. Повезло, повезло. Очень сильно на самом деле сейчас. Стрэнджу мог Имморталу потерять. Посмотрите, боевой лимит. 33-67. В пользу Тиран Вика. Но по экономике для Стрэнджа плюс просто гигантский. Грейды делаются. 1-1 сейчас будет готов. Варп сейчас уже очень большой начнется. И Стрэнджка же переварпит своего оппонента. Что он нас слушает? Ну что, идет вперед Тиран Викфилд и от Стрэнджа. хорошее принимает бой. Нужно отступить назад. Био здесь многовато как-то. Имморталы подставляются, врубают свои щиты. Ну, Стрэндж пока сдерживается. Но Тиран Вика что-то много. Лимит 2-2 грейды. Там чарж делкам делает. Так, а вас-то там смотри. Поаккуратнее надо за всякую фигню людей банить. Я предупреждал об этом. Если все без особых оскорблений идет, то пусть там пишут, что хотят. Да, Варзилков идет. Два оверчажа на мейн. Было если кто-то убит. Да, был вроде как Либератор сбит, я так понимаю. Барайков еще Тиран Викфилд добавлять. Ну, Стрэнджа 2-2 пораньше грейды будут. Это, конечно, для него очень хороший момент сейчас, естественно. Так, стимпак. Попытка сбить обсервера. Успел сбить обсервера Тиран Викфилд. Стрэндж варкется еще раз. Создал хороший, хороший лимит. Адепты уходят. Нужно не телепортировать их. Так, Стрэндж решил пойти вперед. Под минку попадает. Под Либератора попадает. Минку выбивает. Сейчас насчет кайти Тиран Викфилд. Нужно аккуратнее Стрэндж убить, уйти под Гвардиан Шилд. И я думаю, даже может отойти вообще домой. Имеет смысл. 2-2 грейды еще не готов. Минка залп делает сейчас. Медиваки, понимаешь, кутика сбивается. Стрэндж разваливается. И он все равно вперед лезет. Зачем так лезет-то вперед? Отогнал Тиран Вику. Теперь лучше отступить. Тиран Вик Нексус 4-й отменил Стрэнджу. У Стрэнджа сейчас уже Архончики будут готовы. Чи не будут готовы Архончики. А можно будет варпить Архончиков, я бы сказал. Либо Шторм делать. Ну, я так понимаю, в стороне Шархонов Архида плюс Стрю одну. Чтобы парочку-тройку Стрей было, энергию копили. Нексус 4-й все-таки стая. Здесь 4-й ЦЦ-щики пока не наблюдается. 2-2 делаются. Воздух. Атака. Фугасы мародером. Ну что, третью атаку заказывают. Армор бы третий тоже заказать не помешал. Все, если в макро переходят, там 4-ю ставят. Нужны-нужны эти грейды. Без них никак. Влуп лезть точно не вариант Стрэнджу сейчас. Сканит Тиран Вик. Ух, зашел адепт раньше Либератора. Так, да не, я про другие баны. Просто сам людей там что-то провоцируешь, потом банишь. Так делать не надо. Ладно, с этим потом разберемся. Мне некогда. Заходит Стрэндж. Принимает бой. И кажется, у него все плохо сейчас очень сильно становится. Кажется, это вообще 1-0 будет у Тиран Вика. Стрэндж пришел здесь и развалился. Причем развалился в хлам. Да, варп еще там архончиков идет. 55-112. Боюсь, таким лимитом отбиться-то уже практически невозможно будет. Здесь, правда, перестимпачиваем все очень жестко у Тиран Вика. Нужно отойти. Сейчас Тиран Вик к четвертому Никсу смещается. Да. Смещается к четвертому. Пошла атака. Два Либератора. Тиран Вик заходит. Кажется, ну-то в какой-то момент Стрэнджу нужно было, наверное, пораньше четвертую Никсу ставить. Так-то у него все нормально было. Нужен Шторм вот от таких миксов. Потому что без Шторма очень тяжело здесь отбиваться. В итоге так и получается, что Стрэндж дерется без Шторма. И Либератора разваливает СБ. Он никак подраться не может. То есть тут Тиран Виковская Био просто сильнее намного получается. Чем Стрэнджа юнитом. Дарвард Сентрия Стрэнджа. Ну Сентрия уже на этой стадии. Кей Сентрия-то? Ну филды нужны, чтобы не пускать сюда. Да, Стрэндж понимает. Ну тут уже не Сентрия. Нужны здесь бы уже Архончиков. Был бы Шторм. Был бы Шторм. Стрэндж, я думаю, так не развалился бы здесь бы. Шторм необходим для отступления. Он хорошо помогает. Ну что, филды пошли. Либераторы ближе подходят. Либераторы уже тут прямо под Нексус разложились. А раньше-то в Либератором дрейда нет. Ну Стрэндж идет в последнюю атаку и разваливается в итоге. ГГ. Не знаю, какая вторая карта. Жду хост. Жду хост. Так, ну что, захожу в игру. Так, разваню пока. А у вас еще только учится. Не надо всех перебанивать. Я сам здесь что забаню. За нубасов-то точно не надо. Если оскорблением от провоцирования идет, тогда надо выпиливать. И complete верно. Спасибо. Один? Продолжение следует... Опар я-чет. Он осветил стимулятор sl 화ю抓ня. Что надо業. Что подставлять? Что подставлять? Что подожди? Что подожди? Поэтому я warrantит реверий- Продолжение следует... 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 Так, 105-111, загружается Теранвик, вылетел куда? На мейн он там уже полетел, не правильно, куда? Аксервир плюс пилон 10, передроп третьему Нексусу в другого направления, сейчас будет врыв от Теранвика, причем очень жесткий врыв, лимита больше, чем у Стрэнджа, вот он врывается, пилон падает, передроп очень жесткий пилды, нужно ставить грамотные сейчас Стрэнджу, только так он сможет отбиться, доварп идет на медленный пилон, получается варп уже, Стрэндж разваливается что ли или нет, я не понимаю, адепты доварпливаются, Стрэндж еле-еле, но отбивается, кстати говоря, от Теранвика, прогоняет его сейчас вдаль, здесь забегание идет, кривые забегания, нужно Стрэнджу ловить Теранвика, ловить не получается, здесь что-то все на муве туда-сюда ходит, третий Нексус понемножку начал добываться, с Н3 Сталкера еще варп идет, но у Теранвика третья Стрэнджа строится, но она поздняя, то есть получается улыб фактически от Теранвика, Стрэндж видит, а все время где он находится, он опять через центр заходит, медиваки все демедженные, юниты очень мясо демедженные, нужно просто принять еще один раз, и Стрэнджу будет проще, гораздо уже гейтов стало больше сейчас, но основной прессинг выдержал, третий Нексус добывать, здесь Стрэнджа уже дистанс майнинг пошел, кстати говоря. Но био очень много, нужно пережить вот этот био прессинг, Стрэндж как-то очень долго сейчас, так, нужно об сервера подвести до минку, выбить Стрэнджу сейчас, ну давай, убивай, минку выбивает, нужно пережить вот этот био прессинг, и нужно какой-то логический свитч, я не знаю, шторм очень поздний у Стрэнджа, не знаю, робо биот пошел, а, колоссов Стрэндж решил в его любимом стиле, на этой карте он с Дайшил очень хорошо через колоссов отыграл, колоссов как-то, вот я не знаю, ну хотя у Стрэнджа хорошо очень получалось колоссов сыграть, сейчас посмотрим, что будет в этой игре, конкретно. Так, скан минус офсервер сейчас. Ну все, теперь он Вика идет вниз, сейчас опять снизу, через 6 часов пытается зайти, у Стрэнджа еще не готов, робо биот, только первый колосс пошел с рейнджом, по лимиту, кстати, проседает, сейчас вот адепты идут вперед, адепты отдаются, адепты есть скорость атаки, 1-1 грейды, вторая атака заказана, Ну Стрэндж же до варп идет сейчас, Либератор раскладывается, Нексус четвертый нужно обязательно Стрэндж сейчас отменять, пошли пара филдов, отгоняет сейчас Мариков, но Либеры сейчас могут ближе подлететь и будет тяжело-то, постоянно сканит Тиран Вик, принимает решение сейчас отступить назад, Нексус Стрэндж в другом направлении сейчас занимает в итоге, с Ксилнаги видит, что Марик стоит по центру, можно забрать, сходить, пара юнитов каких-нибудь сталкеров прийти, здесь адепты прилетают, кстати, посмотрите, развал рабочих идет, Адепты заходят, сколько погибло? У КсМХ-6 пока погибло, но Стрэндж на холде здесь нормально наубивалось, здесь на холде начинает Тиран Вику разваливать, хорошо как прилетает Стрэндж 150, 164, 164, 164, пара-бам, пара-бам, Тиран Вик отстает, здесь колосс с рейнджом уже делаются, но, блин, проблема в том, что вот эту вот тему летучую колоссы вообще никак и близко не контрят, но зато по земле с био можно нормально биться, плюс если грамотно там стоишь, позицию занимаешь, можно очень хорошо тоже подраться, Призма здесь есть, Призма выходит пробочка, опять наверх хочет Стрэндж видеть, когда Тиран Вик к нему пойдет, Нексус в другом направлении, пилончики новые добавляются, пробка здесь есть, так, видит Стрэндж, где Тиран Вик находится сейчас, пилон Тиран Вик выбивает моментально, нужно подраться, нормально сейчас Стрэнджу обязательно Призма летит наверх, здесь Либератор на вторую залет, но здесь потонки, есть прям под потонку раскладывает сейчас Тиран Вик, Стрэндж принимает бой, пилды неплохи очень, но Либераторы как наваливают сейчас жестко, сталкеры отдаются, Стрэндж подлинкивается, Либератор одного еще забирает, здесь Либератор уничтожен, но он по рабочему успел настрелять, будь добр, адепты где-то варпятся сбоку, нужно врываться на третью базу скорее Стрэнджу, на третью он врывается, здесь пилды новенькие, био убивает, очень напряженная игра, очень сильных игроков идет, адепты на третью просто изничтожают, сейчас рабочих вообще в хлам, посмотрите Стрэндж, как изничтожает рабочих, принимает бой в лоб, здесь что-то мало сталкеров, кстати, осталось как-то у Стрэнджа, но Тиран Вик уходит сейчас, адепты уже на второй врываются, под минку Стрэндж попал или нет, я так и не понял, если честно, телепорт на вторую, КСМ просто падают в количествах невероятных, 17 рабочих остается у Стрэнджа, здесь депошки, посмотрите, как криво у Тиран Вика, депошки стоят, и адепты продолжат свое убийство рабочих, рабочих погибло, посмотрите, вся две штуки уже у Тиран Вика, дома не смог задепиться, так, здесь турецку, зачем-то, можно маленьких убить было бы на самом деле, сейчас парочку, вот, но одного убьют, нет, СЦ-шку били адепты, в это время опять адепт на третью врывается, колоссы делают выход ко второй базе, так, адепты телепортнулись, нужно уходить из-под либераторов, Тиран Вика идет отбиваться туда, Стрэндж в это время в лоб заходит, пил, пошел, два иммортала, колосса есть, принимает, вот, Тиран Вик пытается пойти вперед, но тут очень жестко Стрэндж разваливает, но очень, четвертая база адепты, справился, справился в этой игре, а как напряженно было, казалось же, все, Тиран Вик продавил, но нет, Стрэндж вроде бы справился сейчас, но, кстати, по боевому лимиту Тиран Вика еще достаточно много, но адепты там на четвертой базе наваливают, здесь имморталы по мародерам просто гигантский дэмэдж наносят, мародеры вперед лезут, четвертую СЦ-шку почти что Стрэндж убил, и у самого четвертая Нексус добывается, Тиран Вика это видит прекрасно, что Нексус добывается, 66 пробок у Стрэнджа есть, Стрэндж отступает, соединит с армией, он хочет с двух направлений, вот, что мне, с одной стороны, это прикольно, что Стрэндж всю игру старается с Н3 использовать, так, подлетает Либератор, минус Либератор сразу же, но с другой, вот, на такой поздней стадии, уже, казалось, что-то нужно понадежнее бы сделать, но у Тиран Вика слабая экономика, возможно, Стрэндж это понимает, Стрэндж старается до самого лейта, вот, как, там, где Темпестов миллиард летает, не доводить, вот, мне всегда больше нравится, вот, и нравилось, там, какие-то, там, шиштеровички, шарфона на таких стадиях газ складывать, Стрэндж же любят в Стрэй побольше вложиться, вот, я замечал еще с Вола таких, два типа пробоков есть, которые, да, любят помяснее, вот, так вот, оклик, как я, либо вот такую тему с Стрэндж, где всю игру надо что-то контролить, ПП, ГГ, пишет Стрэндж, фу, Тиран Вик, нужна тридцая игра будет, напряжометр, напряжометр в полуфинале, в четвертьфинале, прошу прощения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребята, 1-1, карта руины Индиона, идет в разведку Стрэндж уже сейчас, я отвлекся, прошу прощения. Так, всем, кто недавно пришел, приветствую еще раз, напоминаю, что по техническим причинам, так как сегодня квалификация на Home Story Cup вынуждены были впилить в Боброливу раньше, в 13.00 начало, в сетке вы можете обнаружить результаты, которые уже были, это единственный четвертьфинал, который мы отыграем, это вот сегодня Стрэндж против Тиран Вика, завтра продолжение после отборочной Home Story Cup будет, сейчас после будет Home Story Cup уже, я сделаю стоп-старт, естественно, чтобы запись разрубить, плюс там задержка 3 минуты, как бы нужно поставить будет. Вот, будем смотреть там, не знаю, кто из наших будет биться, там была и хэппи будет ли или нет, ну там квоты неоплаченные вроде как говорят. Короче, короче, и хочу вам напомнить, что вы можете поддерживать меня и мой канал, естественно, кому нравятся мои стримы, отключенными облоками по премиум-поддержке или материально через кнопочку в плеере, там, по реквизитам либо. Также вы можете поддержать Боброливу, естественно, в ссылке, где турнир, соответственно. Вот, за это тоже всем огромное спасибо. Здесь у нас барак факта, рипер, 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 ццшечка, реактор факта у нас билку Тирана, соответственно. Так, ну что, рипер-то в загон попал сейчас, по-моему, не? Стрэндж, режь расстояние. Так, Тиранвик пытается уйти, попробуй здесь уйди. Хорошо Стрэндж поймал сейчас рипера, это для него идеальный расклад просто. Что-то урыбается Тиранвик. У него бывает иногда припекает, что типа контролить там не надо, еще что-нибудь. Ну что, посмотрите, что делает Стрэндж. Я подозревал, что это именно вот это, потому что позиционирование вот здесь вот как раз таки антискан получается. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Нужно бы камни Стрэнджу пробить, ровно будет летать по воздуху, получается. Ему абсолютно не надо тут подставляться. Ну что, Апсервер строится. Здесь пилончики новые добавлять, плюс два гейта. После Апса, соответственно, и призма будет запилена, я так понимаю. Тиранвик ходит по центру, пытается сконтролить. Танчик пошел. Ого, халява какая жесткая. Не будет Блай его заинвайтит. Так что, из наших никто не будет играть Стрэндж, тоже не хочет играть. Все равно, команда есть, что я не понимаю? Играй, проходи отборочные, блин. Ну, не пошлет команда, так не пошлет, хоть пройдешь как бы лишний скилл. Тем более, у Стрэнджа есть команда Каскад, почему бы. Так, здесь есть Апсервер, прекрасно видит все Тиранвик. Облетает другому направлению. Минку копает, Мариков дропает, но к нему-то летит другой сюрприз сейчас. Которому он абсолютно, кстати говоря, не готов. Стрэндж варпит раз. Так, заходит Тиранвик. Уверчаж выставляет. Так, минку нужно фокуснуть. Минку фокусит Стрэндж. Так, дарки заходят на вторую, уже один пришел. Начинает разваливать. Туретку нужно убивать. Стрэндж залетает на мейн, так же здесь тоже туретка строится. Скан есть у Тиранвик? Да, есть скан. Дарки на мейн дропаются. Нужно зайти туретку развалить сейчас. Стрэндж приходит двумя дарками прямо в рабочую. Дарки уходят спокойно, туреточки. Здесь надо... Так, депушку можно... Так, Стрэнджик. Ё-моё, дарков не успел наварпить. Один из рейнджа туретки... Ой, из рейнджа скана ушел. Еще один скан придется Тиранвику кидать. Сейчас Мариков можно порубить, не слабо на самом деле. Под туретку лезть не стоит сейчас Стрэнджик. Скан пошел минус. Еще один скан, зато здесь третий Нексус запилен. Ну, что-то дарки сделали. Девять рабочих убили, в принципе. Но можно было больше извлечь пользы из вот этого врыва. Почему? Потому что Стрэнджу нужно одновременно с этим дарком было бы сюда на мейн завести. Если бы он вот эту туретку срубил, когда она строилась, это было практически ГГ. Почему? Туретку вот срубаем, сплитим дарков. Часть пристройки бьет депушки. Часть просто минеральной линии напрягает. Варпим по кдшечке новых и все. А третьего дарка просто на третью привести. И все, чтобы он вот здесь стоял и контролил. Ну, это криво немножечко привел Стрэндж. Его сейчас камень, кстати, Стрэндж не пробивал. Делается блинк, делается две форжи. Сталкеры есть. Гейты добавляются. Дарк выходит на третью базу. Попробуй его посади. То есть еще один скан, как минимум, нужно потратить. И здесь Ксилнагу нужно контролить. Ну что, Дарк здесь стоит. Ну, скан придется потратить, естественно. Зачем Даркат увел Стрэндж сейчас? Ну, очевидно же, что он есть. Тиранвик глупый, что ли? Так, пошел скан. Дарк падает. Танки загружает. Тиранвик полетит вперед. Но лимиты, кстати, боевые одинаковые абсолютно. Что у нас после блинка? Будет Стрэндж что-нибудь делать в Твайлайте? Интересно мне. Гейты добавляются еще. Третий Нексус добывается. Здесь понемножечку добыча тоже на третьей Сэшке начинается у Тиранвика. Но по лимиту Стрэндж уже обогнал. Так, в Твайлайте что-то пока ничего не заказано новенького. Форжи почему-то бустятся, только на вот здесь один буст в никуда используется. Нужно пробустить две форжи и Твайлайте сейчас. Трэндж же, если он хочет Твайлайте грейды делать. Да, вот Твайлайт бустится. Вот один буст сейчас бесполезно используется в Нексусе, которым особо... Так, сейчас, секундочку. Так, ну ребят, все. Все-таки Казблай, Димага, Верди. Все, отлично. Но Блай говорил, что будет играть, я помню. Хотя его и заинвайтят скорее всего, но на всякий случай поиграют. А почему бы и нет? Так, адепты наваливают рабочих. Часть рабочих, часть танки там убивают. Рабочих много стрэндж. Ну как много? Не так уж прямо дико много. Ну минус ну, минус ну. А что у нас с призма? Вторая уже потеряна. Камни пробиваются. Видит Теранвик? Да, видит, что камни пробиваются. Нужно на стиме уже сюда, наверное, побыстрее заходить. Стрэндж заходит. Пытается мулов забрать. Три новейших мулов сейчас, кстати, может забрать Стрэндж. Адепт один вперед выводится. Сплитятся юниты. Стрэндж может развалиться сейчас. Как наглеет Стрэндж. А вот так вот, я не понимаю. Прям наглеет жестко. Заходит сейчас. Адепты подходят. Еще сюда новенькие. Но Стрэндж на ровном месте прям берет Теранвика. Переконтроливает сейчас. Один есть Дарк здесь в миксе причем. Дарк очень сильно может помочь, если в нету редки биться. Стрэндж понимает, что нужно поаккуратнее на самом деле действовать. Так, Адепт заходит под танк. Залп. Минка делает. Адепт падает. Сталкеры падают. Врыв идет вперед. Скан вынужден Теранвик кидать. Потому что очень напрягает сейчас Дарк. Призма не наблюдается. Вот Призма полетела. Плюс Сталкеров. Новых Доварк. Нужно отступить назад. 113.95 по потерям. По потерям юнитов много по цифрам. Стрэндж больше потерял Черанвик. Что происходит вообще в этой игре? Так, здесь Сталкеры врываются. Нужно развернуться сейчас Стрэнджу. Посмотрите, часть юнитов ушло куда-то. Призма летает вообще на муве. Что-то тут отдается. Я не понимаю. Нужен варп новый сейчас. И попытаться добить. А чарж есть, кстати? Чаржа нет у Стрэнджа. Да варп 8. Адепт сейчас идет. Так, минку Стрэндж выбивает. Идет вперед сейчас. Адепты Сталкеры. Либератор рядом есть. Залп хороший там делает минка сейчас. Либератора выбивает. Сразу же Стрэндж. КСМ их Тиранвик выводит. Два тайм варпа пошло. Да варп еще адептов. КСМ здесь не спасут Тиранвика. Контроль от Стрэнджа очень хороший идет. И убивает он в лоб сейчас Тиранвика. Хорошо, очень хорошо. Стрэндж отыграл конечно. Но он вообще хорошо отыгрывает в последнее время. Тиранвик тоже высокий уровень продемонстрировал. Но на Тиранвике сказывается вот его уход в инактив на самом деле. Ему нужно было бы трениться и проходить так как Стрэндж просто. И ездить на ВЦС тоже куда-нибудь там биться. Было бы вообще просто замечательно бы тогда. Так. Стоп-Старт я делаю, ребят. Я делаю. Так, так. И давайте старый кнопки. Упределен в ваш Civilices оcę구나iques, Продолжение следует...